Театр Радио России Странная история доктора Джекилла и мистера Хальден Мистер Атерсон, нотариус, чье суровое лицо Никогда не освещала улыбка, был замкнутым человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарным, пыльным, скучным и все-таки очень симпатичным. В кругу друзей, особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь. Зато она говорила не только в этих безмолвных следоточиях послеобеденного благодушия, но и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой. Когда обедал в одиночестве, то, укращая вожделение к тонким винам, пил джин. И, горячо любя драматическое искусство, более 20 лет не переступал порога театра. Однако к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность. Порой с легкой завистью дивился буйному жизнелюбию, крывшемуся в их грехах. А когда для них наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать. Я склонен к каиновой ереси. Я не мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу. Поэтому неудивительно, что судьба часто судила нашему нотариусу быть последним порядочным знакомым многих опустившихся людей и последним добрым влиянием в их жизни. И когда они к нему приходили, он держался с ними точно так же, как прежде. Что же касается друзей мистера Атерсона, то это были в основном его родственники или давние знакомые, ибо скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг уже готовым из рук случая. Привязанность мистера Атерсона, подобно плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые связывали нотариуса с его дальним родственником, мистером Ричардом Энфилдом, известным лондонским бонвиваном, то есть человеком, любящим жить в свое удовольствие, богато и беспечно. Немало людей ломало голову над тем, что эти двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок, рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана «Скука», и при появлении общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее, и тот, и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей недели и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали дела. И вот, как-то раз в такое воскресенье, случай привел их в некую улочку одного из деловых кварталов Лондона. Признаюсь, Ричард, мне симпатично это место, особенно в выходные, когда затихает торговля. Понимаю. Обитатели этой улицы явно все избытки от своей прибыли тратят на ее прихорашивание, что, безусловно, весьма похвально. Эти нарядные витрины источают приветливость, словно два ряда улыбающихся продавщиц. Да-да. И даже сейчас, когда вокруг довольно пустынно, эта улочка сияет точно костер в лесу. По сравнению с окружающим убожеством. Ну уж. Что, разве нет? Посмотрите, Ричард, на эти аккуратно выкрашенные ставни. Посмотрите, дверные ручки, они начищены до блеска. Где вы еще встретите подобный дух чистоты и веселости? Несомненно. Однако, мое восприятие этого места сильно омрачено после одного недавнего происшествия. А что такое? Сейчас узнаете. Знаете, беседуя, друзья подошли к месту, где линия домов нарушалась входом во двор. И как раз там выселось массивное здание. Оно было двухэтажным, без единого окна. Только дверь внизу, да слепой лоб грязной стены над ней. И каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежении. На облупившейся в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички об ее панели. Дети играли в магазин на ступеньках крыльца. Школьник испробовал остроту своего ножика на резных завитушках. И уже много лет никто не прогонял этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств. Мистер Энфилд и нотариус шли по другой стороне улочки. Но когда они поравнялись с этим зданием, первый поднял трость и указал на него. Что вы скажете об этом здании? А ну... Оно является несомненным исключением среди прочих. А эта дверь? Вы когда-нибудь обращали на нее внимание? А случалось. Происшествие, о котором я упомянул, связано именно с ней. Вот как? Расскажите же. Дело было так. Я возвращался домой откуда-то с края света часа в три по зимнему темной ночи и путь мой вел через кварталы, где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Поэтому неудивительно, что в конце концов я впал в то состояние, когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры. В восточном направлении быстрой походкой шел какой-то невысокий мужчина, а по поперечной улице опрометью бежала девочка лет десяти. На углу они, как и можно было ожидать, столкнулись, и вот тут-то произошло нечто непередаваемо мерзкое. Мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку и даже не обернувшись на ее громкие стоны, стал удаляться. Невероятно. Рассказ об этом может и не произвести большого впечатления, но видеть это было непереносимо. Передо мной был не человек, а какой-то адский джаггернаут. И что же? Крики девочки возымели действия. В домах стали распахиваться окна, послышались встревоженные голоса. Было видно, что без помощи она не останется. Я же посчитал необходимым догнать наглеца, и поэтому бросился вперед и, догнав, схватил молодчика за ворот. Что вы себе позволяете? Что вам от меня нужно? Вы еще спрашиваете. Я все видел. Вы должны вернуться и загладить свой омерзительный поступок, бедная девочка. Вот вы о чем. Он нисколько не смутился и не пробовал сопротивляться, но бросил на меня такой злобный взгляд, что я весь покрылся испаренной точно после долгого бега. Между тем вокруг стонущей девочки уже собрались люди, среди которых был отец девочки, а вскоре к ним присоединился и врач, которого она бегала позвать к больну. Разрешите? Разрешите, я пройду. Я должен девочку осмотреть. Да, да, конечно. Проходите, доктор. Какая невидимая жестокость. Поступить на ребенка в голове не укладывай. Сняшка. Если бы мы могли представить, ни за что не пустили бы дочку одну. Но обычно здесь так тихо, так спокойно. А где этот неготяй? Посмотреть бы ему в глаз. Он здесь. Вот этот человек. Успокойся, родная, мы тебя не дадим в обиду. Кстати, доктор, что с ней? Девочка перенесла большое моральное потрясение. Но, к счастью, физически не пострадала. Слава. Спасибо, доктор. Ну, все. Долго вы намерены меня держать. Видите, с девчонкой все в порядке? Ну уж нет. Вы просто так не отделаете. Мы ослабим вас на весь Лондон. Правильно. А если у вас есть друзья или доброе имя, мы позаботимся о том, чтобы вы лишились их навсегда. Так поступить с ребенком. Негодяй! И правда, ваш поступок возмутителен. Нельзя так просто отпустить. Да в чем дело? Я спешила, она сама попалась мне под ноги. Да у него нет сердца. Мне никогда еще не приходилось видеть такой ненависти, написанной на стольких лицах. А негодяй стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную невозмутимость. Я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно, будто сам сатана. Ну что ж, если вы решили нажиться на этой случайности, то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда предпочитает избежать скандала. Сколько вы требуете? Я думаю, ста фунтов будет достаточно, если, конечно, родители девочки это устроят. Вполне. Ну, знаете ли. Он попробовал было упереться, но понял, что может быть хуже, и пошел на попятный. Теперь оставалось только получить деньги. И знаете, куда он нас привел? Куда же? К этой самой двери. Достал ключ, отверг ее, вошел и через несколько минут вынес чек на банк Куца, выданный на предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану называть, хотя в ней это и заключена главная соль моей истории. Скажу только, что фамилия это очень известна, и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы не такие деньги, при условии, конечно, что была подлинной. Надеюсь, вы удовлетворены, наконец? Не совсем. Видите ли, все это выглядит довольно подозрительно. Только в романах человек в четыре часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек на сто фунтов. Вот вы о чем. Не беспокойтесь, я останусь с вами, пока не откроются банки и сам получу по чеку. Это вас устраивает? Вполне. Я тоже на всякий случай останусь. Благодарю вас, доктор. В таком случае предлагаю пойти ко мне, чтобы дождаться открытия банка. О, как вы любезный, молодой человек. Итак, мы все. Врач, отец девочки, наш приятель и я отправились ко мне и просидели у меня до утра, а после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало. Подпись оказалась подлинной. Вот так история в голове не укладывается. Я вижу, вы разделяете мой взгляд. Да, история скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй. А человек, подписавший чек воплощение самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и, что только ухудшает дело, принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж. Честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. Дом шантажиста. Вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не все. Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек. В таком-то доме? К тому же я прочел на чеке его адрес. Какая-то площадь. И вы не наводили справки о доме с дверью? Нет. На мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов. В наведении справок есть какой-то привкус судного дня. Задать вопрос – это словно столкнуть камень с горы. Вы сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за собой другие камни. Какой-нибудь безобидный старикашка, которого у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике, и все это обрушивается на него. О, о семье приходится менять фамилию. Нет, сэр. У меня твердое правило. Чем подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов. Превосходное правило. Однако я занялся наблюдением за этим зданием. Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три окна, но они расположены на втором этаже. А на первом этаже окон нет вовсе. Окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно, в доме все-таки кто-то живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома стоят тут столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание, и начинается другое. Энфилд, это ваше правило превосходно. Да, я и сам так считаю. Тем не менее, мне все-таки хотелось бы задать вам один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка? Что же, я не вижу причины, почему я должен это скрывать. Его фамилия Хайт. А как он выглядит? Его наружность трудно описать. Что-то у нее есть странное, что-то неприятное, попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной годливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство. Такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить, отчего. У него необычная внешность, но необычность – это какая-то неуловимая. Ой, нет, сэр. У меня ничего не получается. Я не могу описать, как он выглядит. И не потому, что забыл. Он так и стоит у меня перед глазами. А вы уверены, что у него был собственный ключ? Право же. Да, конечно, я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю. Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей. Вам следовало бы предупредить меня, но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ. Я видел, как он им воспользовался всего лишь несколько дней назад. Впрочем, мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме. С величайшей охотой совершенно с вами согласен, Ричард. В этот вечер мистер Эттерсон вернулся в свою холостяцкую обитель в тягостном настроении и сел обедать без всякого удовольствия. После воскресного обеда он имел обыкновение располагаться у камина с каким-нибудь сухим богословским трактатом на пепитре, за которым и коротал время, пока часы на соседней церкви не отбивали полночь, после чего он степенно и с чувством исполненного долга отправлялся на покой. В этот вечер, однако, едва скатерть была снята со стола, мистер Эттерсон взял свечу и отправился в кабинет. Там он отпер сейф и достал из тайника документ в конверте, на котором значилось «Завещание доктора Джекила». Документ этот был написан завещателем собственноручно, так как мистер Эттерсон, хотя и хранил его у себя, в свое время наотрез отказался принять участие в его составлении. «Завещание доктора Джекила». «Я, Генри Джекил, доктор медицины, доктор права, член королевского общества, передаю все свое имущество моему другу и благодетелю Эдварду Хайду не только в случае моей смерти, но и в случае исчезновения или необъяснимого моего отсутствия свыше трех календарных месяцев». «Означенный Эдвард Хайд должен вступить во владение моим имуществом без каких-либо дополнительных условий и ограничений, если не считать выплаты небольших сумм слугам». Это завещание давно уже являлось источником мучений для мистера Атерсона. Оно оскорбляло его и как юриста, и как приверженца издавна сложившихся разумных традиций, для которого любое необъяснимое отклонение от общепринятых обычаев граничило с непристойностью. И до сих пор его негодование питалось тем, что он ничего не знал о мистере Хайде. Теперь же оно обрело новую пищу в том, что он узнал о мистере Хайде. Пока имя Хайде оставалось для него только именем, положение было достаточно скверным. Однако оно стало еще хуже, когда это имя начало облекаться омерзительными качествами. И из зыбкого смутного тумана, столь долго застилавшего его взор, внезапно возник сатанинский образ. Убирая ненавистный документ обратно в сейф, нотариус нахмурился. «Мне казалось, что это простое безумие, но я начинаю опасаться, что за этим кроется какая-то позорная тайна». Мистер Атерсон задул свечу, надел пальто и пошел по направлению к Кавендиш-сквер, к этому средоточию медицинских светил, где жил и принимал бесчисленных пациентов его друг, знаменитый доктор Лэньон. «Если кто-нибудь и может пролить свет на все это, то только Лэньон». Важный Дуарецкий почтительно поздоровался с мистером Атерсеном и без промедления провел его в столовую, где доктор Лэньон в одиночестве допивал послеобеденное вино. Это был добродушный краснолицый щеголеватый здоровяк с гривой рано поседевших волос, шумный и самоуверенный. При виде мистера Атерсена он вскочил с места и поспешил к нему навстречу, сердечно протягивая ему обе руки. В этом жесте, как и во всей манере доктора, была некоторая доля театральности, однако приветливость его была неподдельна и порождало ее искреннее чувство. Доктор Лэньон и мистер Атерсон были старыми друзьями, однокашниками по школе и университету. Они питали глубокое взаимное уважение и к тому же очень любили общество друг друга. Несколько минут они беседовали о том, о сём, а затем нотариус перевел разговор на предмет, столь его тревоживший. Пожалуй, Лэньон, мы с вами самые старые друзья Генри Джекила. Ах, жаль, что не самые молодые, но, наверное, так оно и есть. Однако, должен признаться, я теперь редко вижусь с ним. Неужели? А я думал, что вас сближают общие интересы. Так оно и было. Но вот уже несколько лет как Генри Джекил занялся нелепыми фантазиями. Он сбился с пути. Я говорю о путях разума. И хотя я, разумеется, продолжаю интересоваться им, но вижу с ним чертовски редко. Это признание несколько развеяло тревогу мистера Атерсона, поскольку науке его не интересовали, если только речь не шла о теориях передачи права собственности. Выждав несколько секунд, чтобы доктор успел успокоиться, мистер Атерсон, наконец, задал вопрос, ради которого и пришел сюда. А вам знаком его протеже? Некий Хайт. Хайт. Нет. Первый раз слышу. Очевидно, он появился уже после меня. Это были единственные сведения, полученные нотариусом. И он мог сколько душе угодно размышлять над ними, воручаясь на огромной темной кровати, пока поздняя ночь не превратилась в раннее утро. Это бдение не успокоило его лихорадочно работавшие мысли, которые блуждали по темному лабиринту неразрешимых вопросов. Часы на церкви, расположенной в таком удобном соседстве с домом мистера Атерсона, пробили шесть. А он все еще ломал голову над этой загадкой. Вначале она представляла для него только интеллектуальный интерес. Но теперь было уже затронуто, вернее, порабощено и его воображение. Он беспокойно ворочался на постели в тяжкой тьме своей плотно занавешенной спальни. А в его сознании, точно свиток с огненными картинами, развертывалась история, услышанная от мистера Энфилда. Он видел перед собой огромное поле фонарей ночного города. Затем появлялась фигура торопливо шагающего мужчины. Затем бегущая от врача девочка. Они сталкивались. Джиггернаут в человеческом облике наступал на ребенка и спокойно шел дальше, не обращая внимания на стоны бедняжки. Потом перед его умственным взором возникала спальня в богатом доме, где в постели лежал его друг доктор Джекил. Грезил во сне и улыбался. Но тут дверь спальни отворялась, замовески кровати откидывались, спящий просыпался, услышав оклик, и у его изголовья вырастала фигура, облеченная таинственной властью. Даже в этот глухой час он вынужден был вставать и исполнять ее веления. Эта фигура в двух своих ипостасях преследовала нотариуса всю ночь напролет. Если он ненадолго забывался сном, то лишь для того, чтобы вновь ее увидеть. Она еще более беззвучно кралась по затихшим домам, или еще быстрее, еще стремительней, с головокружительной быстротой мелькала в лабиринтах, освещенных фонарями улиц. На каждом углу топтала девочку и ускользала прочь, не слушая ее стоя. И по-прежнему у этой фигуры не было лица, по которому нотариус мог бы ее опознать. Даже в его снах у нее либо вовсе не было лица, либо оно расплывалось и таяло перед его глазами, прежде чем он успевал рассмотреть хоть одну черту. В конце концов, в душе мистера Атерсона родилось и окрепло необыкновенно сильное, почти непреодолимое желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Да-да, несомненно, стоит мне только взглянуть на это лицо и тайно рассеется, утратит свою загадочность, как обычно утрачивают загадочность таинственные предметы, если их хорошенько рассмотреть. Быть может, я найду объяснение странной привязанности своего друга к этому Хайду или зависимости от него. Можно назвать это как угодно. А может, я пойму и причину столь необычного условия, оговоренного в завещании. Да, и в любом случае на это лицо стоит посмотреть, на лицо человека, не знающего милосердия, на лицо, которое с первого мгновения возбудило даже в сердце флегматичного Энфилда глубокую и неприходящую ненависть. С этих пор мистер Аттерсон начал вести наблюдение за дверью в торговой улочке. Утром, до начала занятий в конторе, днем, когда дел было много, а времени мало, вечером, под туманным ликом городской луны, при свете солнца и при свете фонарей, в часы безмолвия и в часы шумной суеты нотариус являлся на выбранный им пост. «Как бы ты ни прятался, я тебя увижу, я должен тебя увидеть». И, наконец, терпение нотариуса было вознаграждено. Стоял ясный, сухой вечер. Холодный воздух чуть покусывал щеки, улицы были чисты, как бальные залы, фонари, застывшие в неподвижном воздухе, рисовали четкие узоры света и теней. К десяти часам, когда закрылись магазины, улочка совсем опустела, и в ней воцарилась тишина. Хотя вокруг все еще раздавалось глухое рычание Лондона. Даже негромкие звуки разносились очень далеко. На обоих тротуарах были ясно слышны отголоски вечерней жизни, которая текла своим чередом в стенах домов. А шарканье подошв возвещало появление прохожего задолго до того, как его можно было разглядеть. Мистер Аттерсон провел на своем посту несколько минут, как вдруг раздались приближающиеся шаги, необычные и легкие. Он столько раз обходил дозором эту улочку, что уже давно свыкся со странным впечатлением, которое производит шаги какого-то одного человека, когда они еще в отдалении внезапно возникают из общего могучего шума большого города. Однако никогда еще ничьи шаги не привлекали его внимание так резко и властно. И он скрылся под аркой ворот с суеверной уверенностью в успехе. Шаги быстро приближались и сразу стали громче, когда прохожий свернул в улочку. Нотариус выглянул из ворот и увидел человека, с которым ему предстояло иметь дело. Он был невысок, одет очень просто, но даже на таком расстоянии в нем чувствовалось что-то отталкивающее. Неизвестный направился прямо к двери, перешел мостовую наискосок, чтобы сберечь время, и на ходу вытащил из кармана ключ, как человек, возвращающийся домой. Когда он поравнялся с воротами, мистер Атерсон сделал шаг вперед и коснулся его плеча. Мистер Хайт, если не ошибаюсь. Мистер Хайт попятился и с шипением втянул в себя воздух. Однако испуг его был мимолетен. Да, меня зовут Так. Что вам нужно? Я вижу, вы собираетесь войти сюда. Я старый друг доктора Джекила, мистер Атерсон с Гоунд-стрит. Вы, вероятно, слышали мое имя, и раз уж мы так удачно встретились, я подумал, что вы разрешите мне войти с вами. Вам не за чем заходить. Доктора Джекила не дома. А как вы меня узнали? Ну, прежде чем я отвечу, не окажете ли вы мне одну любезность? Извольте. Какую же? Покажите мне свое лицо. Мистер Хайт, казалось, колебался. Но потом, словно внезапно на что-то решившись, с вызывающим видом поднял голову. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Ну, теперь я вас всегда узнаю. Это может оказаться полезным. Да, пожалуй, хорошо, что мы встретились и кстати. Мне следует дать вам мой адрес. Улица Соха, номер семь. Что ж, я запомню, благодарю вас. Боже великий, неужели и он подумал о завещании? Ну, а теперь скажите, как вы меня узнали? По описанию. И кто вам меня описал? У нас есть общие друзья. Общие друзья. Кто же это? Например, Джекил. Он вам ничего не говорил. Я не ждал, что вы меня солжете. Пожалуйста, выбирайте выражение. Мистер Хайт издал свирепый смешок и через мгновение, с немыслимой быстротой отперев дверь, уже исчез за ней. Нотариус несколько минут продолжал стоять там, где его оставил мистер Хайт. И на лице его были написаны тревога и недоумение. Затем он повернулся и медленно побрел по улице, то и дело останавливаясь и потирая рукой лоб, точно человек, не знающий, как поступить. А что, если задача, которую я пытаюсь решить, вообще не имеет решения? Мистер Хайт бледен и приземист. Он производит впечатление урода, хотя никакого явного уродства в нем незаметно. Улыбается он крайне неприятно, держался со мной как-то противоестественно робко и в то же время нагло. Все это бесспорно говорит против него, но и все это вместе взятое не может объяснить, почему к этому человеку я почувствовал до то ли мне неизвестное отвращение, годливость и страх. Тут кроется что-то другое. да, что-то совсем другое, но я не знаю, как это определить. Боже мой, в нем нет ничего человеческого, он более походит на троглодита, а может быть, это случай необъяснимой антипатии, или все дело просто в том, что чернота души проглядывает сквозь тленную оболочку и страшно ее преображает, пожалуй, именно так. Да-да, мой бедный, бедный Гарри Джекил, на лице твоего нового друга явственно видна печать сатаны. За углом находилась площадь, окруженная старинными красивыми особняками, большинство которых, утратив былое величие, сдавалось поквартирно людям самых разных профессий и положений. Но один из этих домов, второй от угла, по-прежнему оставался особняком и дышал богатством и комфортом. Перед ним-то, хотя он был погружен во мрак, если не считать полукруглого окна над дверью, и остановился теперь мистер Аттерсон. Дверь открыл старый, прекрасно одетый слуга. Доктор Джекл дома пул? Сейчас узнаю, мистер Аттерсон. Прошу вас. Слуга впустил гостя в большую уютную прихожую с низким потолком и каменным полом, где точно в помещичьем доме пылал большой камин, а у стен стояли дорогие дубовые шкафы и горки. Вы подождете тут у камина, сэр, или зажечь вам лампу в столовой? Благодарю, я подожду тут. Нотариус оперся о высокую каминную решетку. Прихожая, в которой он теперь остался один, была любимым детищем его друга, доктора Джекл, и сам Аттерсон не раз называл ее самой приятной комнатой в Лондоне. Но в этот вечер по его жилам строился холод. Повсюду ему чудилось лицо Хайда. Он испытывал большая для него редкость гнетущее отвращение к жизни. Его сметенному духу чудилась зловещая угроза в отблесках огня, игравших на полированных шкафах, в тревожном трепете теней на потолке. Он со стыдом заметил, что испытал большое облегчение, когда в прихожую вернулся Пул. Увы, мистер Аттерсон, доктор Джекл куда-то ушел. Я видел Пул, как мистер Хайт входил в дверь бывшей секционной. Это ничего, раз доктора Джекл нет дома. Это ничего, сэр. У мистера Хайда есть свой ключ. Ваш хозяин, по-видимому, очень доверяет этому молодому человеку Пул. Да, сэр, очень. Нам всем приказано исполнять его распоряжение. Мне кажется, не приходилось встречаться с мистером Хайдом здесь. Нет, нет, сэр. Он у нас никогда не обедает. По правде говоря, в доме мы его почти не видим. Он всегда приходит и уходит через лабораторию. Ну что же, доброй ночи, Пул. Доброй ночи, мистер Атерсон. С тяжелым сердцем нотариус побрел домой. Бедный Гарри Джекил. Боюсь, над ним нависла беда. В молодости он вел бурную жизнь. Конечно, это было давно, но божеские законы не имеют срока давности. Да-да, конечно, это так. Тень какого-то старинного греха, язва скрытого позора, кара, настигшая его через много лет после того, как проступок изгладился из памяти, а любовь к себе нашла ему извинение. Испугавшись этой мысли, нотариус задумался над собственным прошлым и начал рыться во всех уголках памяти полный страха, что оттуда точно чертик из коробочки вдруг выпрыгнет какая-нибудь бесчестная проделка. Его прошлое было почти безупречно. Немного нашлось бы людей, которые имели бы право с большей уверенностью перечитать свиток своей жизни. И все же воспоминания о многих дурных поступках не раз и не два повергали его вопрах, чтобы затем он мог воспрянуть с робкой и смиренной благодарностью припомнив от скольких еще дурных поступков он вовремя удержался. Затем его мысли вновь обратились к прежнему предмету и в сердце вспыхнула искра надежды. Этим молочком Хайдам следовало бы заняться. У него несомненно есть свои тайны, черные тайны. И если судить по его виду тайны, по сравнению с которыми худшие грехи бедняги Джекела покажутся солнечным светом, так Оля продолжаться не может. Я холодею при одной мысли, что эта тварь воровато подкрадывается к постели Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение его ожидает и какая опасность грозит. Ведь если этот Хайд проведает прозвещание, ему быть может захочется поскорее получить свое наследство. Да-да, мне следует вмешаться. Только бы Джекел позволил мне вмешаться. Только бы он позволил. Перед умственным взором нотариуса вновь, словно огненный транспарант, вспыхнули странные условия этого завещания. Надо как можно скорее поговорить с Гарри. Ну конечно, пусть он сам объяснит мне свое решение. По счастливому стечению обстоятельств несколько дней спустя доктор Джекел давал один из своих приятных обедов, на который пригласил человек шесть старых друзей, людей умных и почтенных, а к тому же тонких знатоков и ценителей хороших вин. Когда гости начали расходиться, мистер Аттерсон под каким-то предлогом задержался. В этом не было ничего необычного, он далеко не в первый раз уходил от друга позже остальных. Там, где Аттерсона любили, его любили искренне. Нередко хозяин дома просил суховатого нотариуса остаться, когда весельчаки и остроумцы уже покидали его кров. Многим нравилось готовиться к одиночеству в его тихом обществе. Нравилось после усилий, потраченных на расточительное веселье, освежать мысли в его плодоносном молчании. Доктор Джеккел не был исключением из этого правила. И теперь, когда он расположился по другую сторону камина, крупный, хорошо сложенный, моложавый мужчина лет 50, с лицом, быть может, не совсем открытым, но бесспорно умным и добрым. Вы легко заключили бы по его взгляду, что он питает к мистеру Атерсону самую теплую привязанность. Мне давно уже хотелось поговорить с вами, Джеккел. Извольте, друг мой, о чем же? О вашем завещании. Вот как. Мой бедный Атерсон, на этот раз вам не повезло с клиентом. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так расстраивался, как расстроились вы, когда прочли мое завещание. Ну, если, конечно, не считать этого упрямого педанта Ленина, который не стерпел моей научной ереси, как он изволил выразиться. Да я знаю, что он превосходный человек. Не хмурьтесь, пожалуйста. Да, превосходный. Я все время думаю, что нам следовало бы видеться почаще, но это не мешает ему быть упрямым педантом, невежественным, надутым педантом. Я ни в ком так не разочаровывался, как в Ленине. Вы знаете, что оно мне всегда казалось странным. Мое завещание? Да, конечно, знаю. Вы мне это уже говорили. Теперь я хотел бы повторить это вам еще раз. Я... Мне стало кое-что известно про Хайда. Я не желаю больше ничего слушать. Мне кажется, мы договорились не обсуждать этого вопроса. Но то, что я слышал отвратительно... это ничего не меняет. Вы не понимаете, в каком я нахожусь положении. Оно крайне щекотливо, Атерсон. Трайне щекотливо и странно. Очень странно. Это один из тех случаев, когда словами делу не поможешь. Джекил, вы знаете меня. Знаете, что на меня можно положиться. Доверьтесь мне. И я не сомневаюсь, что сумею вам помочь. Мой дорогой Атерсон, вы очень добры, очень. И я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность. Я вам верю, верю безусловно и полагаюсь на вас больше, чем на кого-нибудь еще, больше, чем на себя. Но у меня нет выбора. Однако тут совсем не то, что вам кажется. И дело стоит далеко не так плохо. И чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу вам одну вещь. мне захотеть. И я легко и навсегда избавлюсь от мистера Ханя. Даю вам слово и еще раз от всей души благодарю вас. Но я должен сказать вам кое-что Атерсон и надеюсь вы поймете меня правильно. Это мое частное дело. И я прошу вас не вмешиваться. Разумеется, это ваше право. Ну, раз уж мы заговорили об этом и надеюсь последний раз. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно. Я действительно принимаю большое участие в бедняге Хайде. И я знаю, что вы его видели, он мне об этом рассказывал, и боюсь, он был с вами груб, однако я принимаю самое искреннее участие в этом молодом человеке. И если меня не станет, то прошу вас, обещайте мне, что вы будете к нему снисходительны и оградите его права. Я уверен, что вы согласились бы, знай вы все, а ваше обещание снимет камень с моей души. Я не могу обещать, что когда-нибудь стану питать к нему симпатию. Об этом я не прошу. Я прошу только о справедливости, только прошу вас помочь ему ради меня, когда меня не станет. Хорошо, я обещаю. 11 месяцев спустя, в октябре 1856 года, Лондон был потрясен неслыханно зверским преступлением, которое наделало особенно много шума, так как жертвой оказался человек, занимавший высокое положение. Итак, инспектор, я жду вашего сообщения по этому делу. Что удалось выяснить? Известно пока немного, но подробности производят ошеломляющее впечатление. Я беседовал со свидетельницей преступления. Это служанка в том доме, рядом с которым все произошло. Она рассказала, что в тот вечер находилась в доме одна и в 11-м часу поднялась к себе в комнату, намереваясь лечь спать. Хотя под утро город окутал туман, вечер был ясным, и проулок, куда выходило окно ее комнаты, ярко освещала полная луна. По-видимому, девушка это натура романтическая. Во всяком случае, она села на свой сундучок, стоявший у самого окна, и предалась мечтам. Ни разу в жизни, уверяю вас, инспектор, ни разу в жизни я не испытывала такого умиротворения, такой благожелательности ко всем людям и ко всему миру, как в тот вечер. Ну, вскоре я заметила, что к нашему дому приближается пожилой и очень красивый джентльмен с белоснежными волосами, а навстречу ему идет другой низенький джентльмен, на которого я сперва не обратила никакого внимания. Когда они встретились, а это произошло почти под самым моим окном, пожилой джентльмен поклонился и весьма учтиво обратился к другому прохожему. Я не знаю, видимо, речь шла о каком-то пустяке, судя по его жесту, и можно было заключить, что он просто спрашивает дорогу, однако, когда он заговорил, на его лицо упал лунный свет, и я, я, я залюбовалась им, такой чистой и старомодной добротой оно дышало, причем эта доброта сочеталась с чем-то более высоким, говорившим о заслуженном душевном мире. тут я, я взглянула на второго прохожего и к своему удивлению я узнала в нем некоего мистера Хайда, который однажды приходил к моему хозяину и к которому я почему-то сразу же прониклась живейшей неприязнью. В руках он держал тяжелую трость, который все время поигрывал. Он не ответил ни слова и, казалось, слушал с плохо скрытым раздражением. Внезапно он пришел в такую дикую ярость, затопал ногами, замахнул этой тростью и вообще повел себя как больно помешанный. Простите меня, простите меня, я вот могу сейчас говорить, я слишком волнована. Простите. Позже удалось выяснить, что почтенный старец попятился с недоумевающим и несколько обиженным видом, а мистер Хайт, словно сорвавшись с цепи, свалил его на землю ударом трости. В следующий миг он с обезьянней злобой принялся топтать свою жертву и осыпать ее градом ударов. Служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на мостовой и от ужаса лишилось чувств. Когда она пришла в себя и принялась звать полицию, было уже два часа ночи. Убийца давно скрылся, но невообразимо изуродованное тело его жертвы лежало на мостовой. Трость, послужившая орудием преступления, хотя и была сделана из какого-то редкостного, твердого и тяжелого дерева, переломилась пополам, с такой свирепой и неутолимой жестокостью наносились удары. Один расщепившийся конец скатился в сточную канаву, а другой без сомнения унес убийца. В карманах жертвы были найдены кошелек и золотые часы, но никаких визитных карточек или бумаг, кроме запечатанного конверта, который несчастный возможно нес на почту и который был адресован некоему мистеру Аттерсену. Полагаю, вам надо безотлагательно встретиться с этим мистером как Аттерсеном, да? Да. Отдайте ему конверт, но никаких подробностей пока не сообщайте. Послушайте, что думает он по поводу всего этого, а потом уже действуйте, как сочтете нужным. Хорошо. На следующее утро, когда нотариус еще лежал в постели, инспектор был уже у него. Мистер Аттерсон, есть ли у вас какие-нибудь предположения о причине убийства? Быть может тут замешаны какие-нибудь документы? Я ничего не скажу, пока не увижу тело. Все это может принять весьма серьезный оборот. Будьте любезны обождать, пока я оденусь. Да, да, конечно. Нотариус наскоро позавтракал и поехал в полицейский участок. Взглянув на убитого, он сразу же кивнул. Да, я его узнаю. Должен с прискорбием сообщить вам, что это сэр Денверс Кэрью. Боже великий, это наделает много шума. Может быть, вам известен убийца? Тут он передал мистеру Атерсону рассказ служанки и показал ему обломок трости. Когда нотариус услышал имя Хайда, у него сжалось сердце. Но при виде трости он уже не мог долей сомневаться. Хотя она была сломана и расщеплена, он узнал в ней палку, которую много лет назад сам подарил Генри Джекилу. Этот мистер Хайт невысок ростом? Совсем карлик и необыкновенно злобный, так утверждает служанка. Если вы, инспектор, поедете со мной, я думаю, мне удастся указать вам его дом. Он находится на улице Соха. Что ж, не будем терять время. Было уже около девяти часов утра и город окутывал первый осенний туман. Небо было скрыто непроницаемым шоколадного цвета пологом, но ветер гнал и крутил эти колышущиеся пары, и пока Кэп медленно полз по улицам, перед глазами мистера Атерсона проходили бесчисленные степени и оттенки сумерек, ибо вокруг смыкалась поистине вечерняя мгла, несмотря на утреннее время. Впрочем, иногда вызывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара. Туман на мгновение рассеивался совсем, и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Соха с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, которые то ли еще не были погашены, то ли были зажжены вновь при столь неурочном и тягостном вторжении тьмы. Этот район, как казалось мистеру Атерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. Кроме того, нотариусы одолевали самые мрачные мысли. И когда он взглядывал на своего спутника, его вдруг охватывал тот страх перед законом и представителями закона, который по временам овладевает даже самыми честными людьми. Когда кап был уже близок к цели, туман немного разошелся. И взгляду мистера Атерсона представилась жалкая улочка, большой кабак, французская харчевня, самого низкого разбора лавка, где торговали горячим за пенс и салатами за два пенса, множество детей в лохмотьях, жмущихся по подъездам, и множество женщин самых разных национальностей, выходящих из дверей с ключом в руке, чтобы пропустить стаканчик с утра. Затем бурый точно глинотуман вновь сомкнулся и скрыл от него окружающее убожество. Так вот где живет любимец Генри Джекела, человек, которому предстоит унаследовать четверть миллиона фунтов. Дверем отперла старуха с серебряными волосами и лицом желтым, как слоновая кость. Злобность этого лица прикрывалась маской лицемерия, но манеры ее не оставляли желать ничего лучшего. Добрый день, здесь ты проживает, мистер Хайт? Да, мистер Хайт проживает здесь, но его нет дома. Он вернулся поздно ночью и ушел, не пробыв тут и часа. Вот как? И это вас не удивило? Меня? Нисколько. Он всегда приходит и уходит в самое неурочное время и часто надолго пропадает. Например, вчера он явился после почти двухмесячного отсутствия. Будьте любезны, проводите нас в его комнату. Простите, сэр, но я никак не могу исполнить вашу просьбу. В таком случае вам следует узнать, кто со мной. Это инспектор Ньюман из Скотланд-Ярда. А, попался, голубчик. Я так и знала, что он натворит дел. Он, по-видимому, отнюдь не пользуется всеобщей любовью. Да это неудивительно. А теперь, моя милая, покажите-ка нам, что тут и где. Кстати, никого, кроме вас, в доме нет? Нет, нет, я одна. Здесь вообще, кроме меня и мистера Хайда, никого не бывает. Пройдите сюда. Трудно объяснить, но во всем доме мистер Хайд пользуется только двумя комнатами. Вот они. Зато обстановка роскошная. Да, во вкусе ему не откажешь. Действительно, эти ряды винных бутылок, серебряная посуда, вот изящное столовое белье, все свидетельствует о привычке к роскоши. А ковры? А вон та картина? Да. Уж не подарок ли это Генри Джекила? Всем известно, что он тонкий знаток и любитель живописи. Но этот беспорядок, инспектор, похоже, комнату совсем недавно обыскивали. Несомненно. Одежда разбросана, ящики стола выдвинуты. И даже вывернуты карманы. Да, кто-то сильно торопился. Обратите внимание, мистер, на пирамидку серого пепла в камине. Видите? Да. Как будто там жгли множество бумаг. Именно. А ну-ка, что это? Посмотрим. из кучки золы инспектор извлек обуглившийся корешок зеленой чековой книжки, который не поддался действию огня. За дверью они нашли второй обломок трости. И инспектор очень обрадовался, так как теперь уже не оставалось никаких сомнений в личности убийцы. А когда они посетили банк и узнали, что на счету последнего лежит несколько тысяч фунтов, инспектор даже руки потер от удовольствия. Уж поверьте, сэр, теперь он от меня не уйдет. Он совсем голову потерял от страха, иначе унес бы палку. А главное, ни за что не стал бы жать чековую книжку, ведь деньги для него сама жизнь. Нам достаточно будет дежурить в банке и выпустить объявление с описанием его примет. Однако описать приметы мистера Хайда оказалось не так-то просто. у него почти не было знакомых. Даже хозяин служанки видел его всего два раза. Не удалось разыскать никаких его родных, он никогда не фотографировался. А те немногие, кто знал его в лицо, описывали его по-разному, как обычно бывает в подобных случаях. Они сходились только в одном. У всех, кто его видел, оставалось ощущение какого-то уродства, хотя никто не мог сказать, какого именно. День уже клонился к вечеру, когда мистер Атерсон оказался у двери доктора Джекила. Доктор у себя Пул? Да, мистер Атерсон, он в лаборатории, я провожу вас. Пул провел нотариуса через черный ход и двор, некогда бывший садом, к строению в глубине, именовавшемуся лабораторией или секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, напитая склонность не к анатомии, а к химии, изменил назначение здания в саду. Нотариус впервые оказался в этой части владений своего друга и поэтому с любопытством оглядывал грязноватые стены без окон. Но едва он вошел внутрь, как им овладело странное тягостное чувство, которое все росло, пока он, посматривая по сторонам, шел через анатомический театр, некогда полный оживленных студентов, а теперь безмолвный и мрачный. Кругом на столах стояли всяческие химические приборы, на полу валялись ящики и высыпавшаяся из них солома, и свет лишь с трудом пробивался сквозь пыльные квадраты стеклянного потолка. В глубине зала лестница вела к двери, обитой красным сукном, и, переступив порог, мистер Атерсон наконец увидел кабинет доктора. Это была большая комната, уставленная стеклянными шкафами. Кроме того, в ней имелось большое вращающееся зеркало и простой письменный стол. Три пыльных окна, забранных железной решеткой, лампа на каминной полке была зажжена, так и туман проникал даже в дома, а возле огня сидел доктор Джеккел, бледный и измученный. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему ледяную руку. Приветствую вас, друг мой. Вы можете идти пул. Вы слышали, что произошло? Еще бы. Газетчики кричали об этом на площади. Я слышал их даже в столовой. Погодите, Эрью был моим клиентом, но и вы мой клиент. И поэтому я должен точно знать, что я делаю. Неужели вы совсем сошли с ума и укрываете этого негодяя? Послушайте, Аторсон, клянусь Богом, клянусь Богом, я никогда больше его не увижу. Даю вам слово чести, что в этом мире я отрекся от него навсегда. С этим покончен. Да к тому же он и не нуждается в моей помощи. Вы не знаете его так, как знаю я его. Он нашел себе надежное убежище, очень надежное, помяните мое слово. Больше о нем никто никогда не услышит. Вы, по-видимому, уверены в нем. И ради вас, я надеюсь, что вы не ошибаетесь. Ведь если дело дойдет до суда, на процессе может всплыть и ваше имя. Да я в нем совершенно уверен. Для этого у меня есть веские основания, сообщить которые я не могу никому. Но мне нужен ваш совет в одном вопросе. Я получил письмо и не знаю, следует ли передавать его полиции. Я намерен вручить его вам, Атерсон. Я полагаюсь на ваше суждение, ведь я безгранично вам доверяю. вероятно вы опасаете, что письмо может навести на его след. Нет, нет, право мне безразлично, что станет с Хайдом, я с ним покончил навсегда. Я думал о своей репутации, на которой эта гнусная история может бросить тень. Ну что ж, покажите мне это письмо. С чего вдруг это странное проявление эгоизма? То так заботился о нем, а то, впрочем, давно пора опомниться. Вот это письмо. Любопытно. Считаю своим долгом сообщить, что мой благодетель доктор Джекил, которому я столько лет платил неблагодарностью за тысячи великодушных забот, может отныне не тревожиться обо мне. У меня есть верное и надежное средство спасения. Эдвард Хайт. Нотариус прочел это письмо, написанное необычным прямым почерком с некоторым облегчением, так как оно бросало на странные отношения Джекила с Хайдом гораздо более благоприятный свет, чем можно было ожидать. И он мысленно упрекнул себя за прошлые подозрения. А конверт? Что? Где он? А, я его сжег, прежде чем сообразил, что я делаю. На нем все равно не было штемпеля, письмо принес посыльный. Могу я взять письмо с собой и принять решение утром? Да, я целиком полагаюсь на ваше суждение. Себе я больше не верю. Хорошо, я подумаю, что делать. А теперь последний вопрос. это Хайт потребовал, чтобы в ваше завещание был включен пункт об исчезновении? А, да. Я знал это. Он намеревался убить вас. Вы чудом спаслись от гибели. Куда важнее другое. Я получил хороший урок. Бог мой, Атерсон, какой я получил урок. Уходя, нотариус задержался в прихожей, чтобы перемолвиться несколькими словами с пулом. Кстати, сегодня сюда доставили письмо. Как выглядел посыльный? Посыльный? Какой посыльный? Все письма приносил только почтальон. Да, впрочем, сегодня и не было никаких писем, одни лишь печатные объявления. Ах, вот как! Этот разговор пробудил у нотариуса все прежние страхи. Письмо несомненно попало к доктору через дверь лаборатории. Возможно, даже оно было написано в кабинете. А тогда все это приобретает совсем иную окраску. И воспользоваться этим письмом надо с большой осторожностью. Специальный выпуск ужасного убийства члена парламента. Покупайте гадету со страшным известием. Невиданное убийство. Специальный выпуск. Таково нагробное напутствие тебе, мой старый друг и клиент. И если же опасения мои окажутся верными, то доброе имя и еще одного моего друга может безвозвратно погибнуть в водовороте возмутительнейшего скандала. При всех обстоятельствах ему предстояло принять весьма щекотливое решение. И хотя мистер Реттерсон привык всегда полагаться на себя, он вдруг почувствовал, что был бы рад с кем-нибудь посоветоваться. Конечно, прямо попросить совета невозможно, но как-нибудь косвенно, ненароком. Гест. Вот с кем надо встретиться. Он часто бывает по делам у доктора Джекила, знаком с Пулом и несомненно слышал о том, как Хайт стал своим человеком в доме. Наверняка Гест сделал обо всем этом какие-то выводы. А поскольку секретов у нас друг от друга нет, конечно, письмо следует показать ему. Тем более, Гест большой знаток и любитель графологии. Так что обращение к нему будет выглядеть вполне естественной любезностью. А там уж я решу, как мне поступить. Вскоре нотариус уже сидел у собственного камина. Напротив него расположился мистер Гест, его старший клерк. А между ними, в надлежащем расстоянии от огня, стояла бутылка заветного старого вина, которая очень давно пребывала в сумраке погреба мистера Атерсона, вдали от солнечного света. Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункула мердели фонари и в глухой пелене по могучим артериям улиц, ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона. Но комната, освещенная отблесками пламени, была очень уютной. Кислоты в бутылке давным-давно распались, тона императорского пурпура умягчились со временем, словно краски старинного витража, и жар тех знойных осенних дней, когда в виноградниках предгорье собирают урожай, готов был заструиться по жилам, разгоняя лондонские туманы. Дурное настроение нотариуса незаметно рассеивалось. Какой ужасный случай. Я имею в виду смерть сэра Денверса. Да, сэр ужасный. Он вызывал большое возмущение. Убийца, конечно, сумасшедший. Я был бы рад узнать ваше мнение на этот счет. У меня есть один написанный им документ. Это все строго между нами, так как я просто не знаю, что мне делать с этой бумагой. В любом случае дело оборачивается очень скверно. Но как бы то ни было, вот она. Совсем в вашем вкусе, автограф убийцы. Глаза место заблестели, и он с жадностью погрузился в изучение письма. Нет, сэр, это писал не сумасшедший, но почерк весьма необычный. И судя по тому, что я слышал, принадлежит он человеку так же далеко необычному. Вам записка, сэр. Благодарю. От доктора Джекина? Мне показалось, что я узнаю почерк. Что-нибудь конфиденциальное? Нет, просто приглашение к обеду. А что такое? Хотите посмотреть? Да, 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 только взгляну. Благодарю вас, сэр. Так, так, сейчас мы сравним эти два письма. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, очень интересный автограф. Для чего вы их сравниваете, Гест? Видите ли, сэр, мне редко встречались такие схожие почерки. Они почти одинаковые, только наклон разный. Любопытно. Совершенно верно, сэр. Очень любопытно. Лучше ничего никому не говорите про это письмо. Конечно, сэр, я понимаю. Едва мистер Аттерсон в этот вечер остался один, как он поспешил запереть письмо в сейф, где оно и осталось навсегда. Генуи Джекил совершает подделку ради спасения убийцы. Невероятно. У меня кровь-то недужил их от всего этого. Время шло. За поимку мистера Хайда была назначена награда в несколько тысяч фунтов, так как смерть сэра Денверса вызвала всеобщее негодование. Но полиция не могла обнаружить никаких его следов, словно он никогда и не существовал. Правда, удалось узнать немало подробностей о его прошлом, гнусных подробностей, о его жестокости, бездушной и яростной, о его порочной жизни, о его странных знакомствах, о ненависти, который, казалось, был пронизан самый воздух вокруг него. Но ничто не подсказывало, где он мог находиться теперь. С той минуты, когда он наутро после убийства вышел из дома в Сохо, он словно растаял. И постепенно тревога мистера Атерсона начала утрачивать остроту, и на душе у него стало спокойнее. По его мнению, смерть сэра Денверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайда. Для доктора Джекила теперь, когда он освободился от этого черного влияния, началась новая жизнь. Дни его затворничества кончились, он возобновил отношения с друзьями, снова стал их желанным гостем и радушным хозяином. А если прежде он славился своей благотворительностью, то теперь не меньшую известность приобрело и его благочестие. Он вел деятельную жизнь, много времени проводил на открытом воздухе, помогал страждущим, его лицо просветлело, дышало умиротворенностью, как у человека, обретшего душевный мир в служении добру. Так продолжалось два месяца с лишним. 8 января Атерсон обедал у доктора в тесном дружеском кругу. Среди приглашенных был Ленин, и хозяин все время посматривал то на одного, то на другого, совсем как в те дни, когда они все трое были неразлучны. 12 января, а затем и 14-го дверь доктора Джекила оказалась для нотариуса закрытой. Опять не принимает? Пул, я не понимаю в чем дело. Не обижен ли он на меня? Доктор не выходит и никого не принимает, сэр. Ничего не понимаю. 15 января мистер Атерсон сделал еще одну попытку увидеться с доктором и снова тщетно. За последние два месяца нотариус привык видеться со своим другом чуть ли не ежедневно. И это возвращение к прежнему одиночеству подействовало на него угнетающее. Наконец он не выдержал и отправился к доктору Ленину. Тут его во всяком случае приняли, но войдя в комнату он был потрясен переменой в своем друге. На лице доктора Ленина ясно читался смертный приговор. Розовые щеки побледнели, он сильно исхудал, заметно облысел и одряхлел, и все же нотариуса поразили не столько эти признаки быстрого телесного угасания, сколько выражения глаз и вся манера держаться, свидетельствовавшей казалось о том, что его томит какой-то неизбывный тайный ужас. Трудно было поверить, что доктор боится смерти, но именно это склонен был заподозрить мистер Аттерсон. Видимо, он как врач понимает свое состояние, знает, что дни его сочтены и у него нет сил вынести эту мысль. Что совсем плохо? Признаться, я ошеломлен. Знаю, знаю, я обречен, друг мой. Но что произошло? Почему? Я перенес большое потрясение и уже не оправлюсь. Мне осталось лишь несколько недель. Что же, жизнь была приятной штукой. Мне она нравилась. Да, прежде она мне очень нравилась. Теперь же я думаю иногда, что будь нам известно все, мы радовались бы, расставаясь с ней. Джетил тоже болен? Вы его видели? Я не желаю больше не видеть доктора Джекила, не слышать о нем. Я порвал с этим человеком и прошу вас избавить меня от упоминания о том, кого я считаю умершим. Так, так, не могу ли я чем-нибудь помочь? Мы ведь все трое старые друзья, Леонион, и новых уже не заведем. Помочь ничем нельзя. Спросите хоть у него самого. Он отказывается меня видеть. Это меня не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти, Адерсон, вы, может быть, узнаете все, что произошло. Я же ничего вам объяснить не могу. А теперь, если вы способны разговаривать о чем-нибудь другом, то оставайтесь. Я очень рад вас видеть, но если вы не в силах воздержаться от обсуждения этой проклятой темы, то ради Бога уйдите, потому что я этого не вынесу. Едва вернувшись домой, Адерсон сел и написал Джекилу, спрашивая, почему тот отказывает ему от дома и осведомляясь причине его прискорбного разрыва с Лениным. На следующий день он получил длинный ответ, написанный очень трогательно, но местами непонятно и загадочно. Разрыв с Лениным был окончательным. Я ни в чем не веню нашего старого друга, но я согласен с ним. Нам не следует больше встречаться. С этих пор я намерен вести уединенную жизнь. Не удивляйтесь, не сомневайтесь в моей дружбе, если теперь моя дверь будет часто заперта даже для вас. Примиритесь с тем, что я должен идти моим тяжким путем. Я навлек на себя карм и страшную опасность, о которых не могу говорить. Если мой грех велик, то столь же велики мои страдания. Я не знал, что наш мир способен вместить подобные муки и ужас. А вы, Атерсон, можете облегчить мою судьбу только одним. Не требуйте, чтобы я нарушил молчание. Чтобы я нарушил молчание. Как? Теперь, когда черное влияние Хайда исчезло, и доктор вернулся к своим прежним занятиям и друзьям, когда всего лишь неделю назад все обещало ему бодрую и почтенную старость, вдруг в один миг дружба, душевный мир, вся его жизнь оказались погубленными. Как подобное возможно? Такая огромная и внезапная перемена заставляла предположить сумасшествие. Однако поведение и слова Ленина наводили на мысль о какой-то иной причине. Неделю спустя доктор Ленин слег, а еще через две недели скончался. Вечером после похорон чрезвычайно его расстроивших Атерсон заперсал себя в кабинете и при мнылом свете свечи достал конверт, адресованный ему и запечатанный печаткой его покойного друга. Лично вручить только Габрию Джону Атерсону, а в случае, если он умрет прежде меня, жечь не скрываем. Таково было категорическое распоряжение на конверте, и испуганный нотариус не сразу нашел в себе силы ознакомиться с его содержимым. Я похоронил сегодня одного друга, что если это письмо лишит меня и второго? Но устыдившись этого недостойного страха, мистер Атерсон сломал печать. В конверте оказался еще один запечатанный конверт. Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила. Как? Опять Атерсон не верил своим глазам. Но нет, и тут говорилось об исчезновении. Как и в нелепом завещании, которое он уже вернул его автору. Однако в завещании эту идею подсказал зловещий Хайт. И ужасный смысл ее был ясен и прост. А что подразумевал Лэннион, когда его рука писала эти слова? Душеприказчик почувствовал необоримое искушение вскрыть конверт, несмотря на запрет, и найти объяснение этим тайным. Однако профессиональная честь и уважение к воле покойного друга оказались сильнее. Конверт был водворен в самый укромный уголок его сейфа невскрытым. Но одно дело подавить любопытство, и совсем другое избавиться от него вовсе. С этого дня Атерсон уже не искал общества второго своего друга с прежней охотой. Он думал о нем доброжелательно, но в его мыслях были смятения и страх. Он даже заходил к нему, но испытывал только облегчение, когда его не принимали. Пожалуй, в глубине души он предпочитал разговаривать с пулом на пороге, где их окружали воздух и шум большого города, и не входить в дом добровольного заточения, не беседовать с уеденевшимся там загадочным отшельником. Не могу сообщить вам ничего утешительного, сэр. Доктор теперь постоянно запирается в кабинете над лабораторией, а иногда даже ночует там. Он пребывает в постоянном унынии, стал молчалив и замкнут. Он ничего не читает. Его что-то гнетет. Я очень обеспокоен, сэр. Атерсон так привык к этим неизменным сообщениям пула, что его визиты мало-помалу становились все более редкими. Однажды в воскресенье, когда мистер Атерсон как обычно прогуливался с мистером Энфилдом, они вновь очутились все на той же улочке и, поравнявшись с дверью, остановились посмотреть на нее. Теперь и для меня, мой друг, место это навсегда омрачено. Во всяком случае, отрадно, что эта скверная история окончилась и мы больше уже никогда не увидим мистера Хайда. Надеюсь, что это так. я вам не говорил, что видел его однажды и почувствовал такое же отвращение, как и вы. Это само собой разумеется. Увидев его, не почувствовать отвращение было просто невозможно. Да, кстати, каким болваном я должен был вам показаться, когда не сообразил, что это задние ворота дома доктора Джекела. Собственно, если бы не вы, я бы этого по-прежнему не знал. Так вы это знаете? В таком случае мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. Откровенно говоря, бедняга Джекел меня очень тревожит. И я чувствую, что присутствие друга, даже снаружи, может ему очень помочь. Во дворе было прохладно, веяло сыростью, и хотя в небе высоко над их головами еще пылал закат, тут уже сгущались сумерки. Среднее окно было приотворено. Смотрите, Ричард, вот он. Сидит у окна, как будто дышит воздухом. Да, но выражение лица печален, словно неутешный кузник. Как, Джекел? Надеюсь, вам лучше. Атерсон, я очень-очень плохо, дружище, очень плохо. Благодарение Богу, скоро все это должно кончиться. Вы слишком мало выходите на воздух, вам бы следовало побольше гулять, разгонять кровь. Да. Как делаем это мы с Ричардом, кстати, мой родственник, мистер Энфилд. Рад знакомству. Я так же. Вот что, берите шляпу и идемте с нами. О, вы очень любезны. Я был бы в восторге, но нет, 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 это невозможно, я не смею. Правда, Атерсон, я счастлив видеть вас, и я пригласил бы вас с мистером Энфилдом подняться ко мне, но у меня такой беспорядок. В таком случае мы останемся внизу и будем продолжать беседовать с вами. А, именно это я и хотел предложить. Однако не успел доктор договорить, как вывка исчезла с его лица и сменилась выражением такого неизбывного ужаса и отчаяния, что стоящие внизу похолодели. Окно тотчас захлопнулось, но и этого краткого мгновения оказалось достаточно. Нотариус и мистер Энфилд повернулись и молча покинули двор. Так же молча они шли по улочке, только когда оказались на соседней большой улице, оживленной даже несмотря на воскресенье, мистер Аттерсон наконец посмотрел на своего спутника. Оба были бледны и во взгляде, которым они обменялись, рылся страх. Да простит нас Бог, да простит нас Бог. мистер Энфилд только мрачно кивнул и продолжал идти вперед, по-прежнему храня молчание. Как-то вечером, когда мистер Аттерсон сидел после обеда у камина, к нему неожиданно явился пул. Бог мой, что вас сюда привело, пул? Что с вами? Доктор заболел? мистер Аттерсон, я боюсь. Успокойтесь, мой милый, говорите яснее, чего вы боитесь? Я уже неделю как боюсь, я напуган, у меня нет больше сил терпеть. Весь облик пула подтверждал справедливость его слов. Он и держался, иначе, чем обычно, и с той минуты, как он впервые упомянул о своем страхе, он ни разу не посмотрел нотариусу в лицо. Он сидел, придерживая на колене полную рюмку, к которой даже не прикоснулся, и смотрел в пол. У меня больше нет сил терпеть. Нет больше сил терпеть. Успокойте же, я вижу, пол, что у вас есть веские основания так говорить. Я вижу, что случилось что-то серьезное. Скажите же мне, в чем дело? Я думаю, произошло преступление. Что? Какое преступление? О чем вы говорите? Я не могу вам объяснить, сэр. Может быть, вы пойдете со мной и сами посмотрите? Вместо ответа мистер Атерсон встал, надел пальто и взял шляпу. При этом он с большим удивлением заметил, какое невыразимое облегчение отразилось на лице дворецкого. Но еще больше нотариус удивился, когда пул поставил рюмку на стол, так и не пригубив вина. Была холодная, бурная, истинно мартовская ночь. Бледные месяцы прокинулся на спину, словно не выдержав напора ветра. А по небу неслись прозрачные батистовые облака. Ветер мешал говорить и так хлистал по щекам, что к ним приливала кровь. Кроме того, он, казалось, вымел с улиц прохожих. Во всяком случае, мистеру Атерсону никогда не доводилось видеть эту часть Лондона такой пустынной. Пустынность эта угнетала его, ибо никогда еще он не испытывал столь настоятельной потребности видеть и ощущать вокруг себя людей. Как он не разубеждал себя, им властно владело тягостное предчувствие непоправимой беды. Площадь, когда они добрались до нее, была полна ветра и пыли. Чахлые деревья за садовой решеткой хлистали друг друга ветвями. Дворецкий, который всю дорогу держался шагах в двух впереди, теперь остановился посреди мостовой и, несмотря на резкий ветер, снял шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Как не быстро он шел, росинки пота, которые он вытирал, были вызваны не усталостью, а душевной мукой. Что ж, сэр, вот мы и пришли. Дай-то бог, чтоб все оказалось хорошо. Аминь. Это вы пул? Да-да, открывайте. Благодарение богу, это мистер Адерсон. Ну, наконец-то. Слава богу. Тебе-то наконец хоть что-нибудь приснится. Мы так устали, сэр. Наш дом превратился в сплошную зашвар. Прихожая была ярко освещена. В камине пылал огонь, а возле словно овцы жались все слуги доктора и мужчины и женщины. Как так? Почему вы все собрались здесь? Весьма прискорный непорядок. Ваш хозяин будет очень недоволен. Они все боятся. Мистер Адерсон. Помолчите-ка. Сверепость пула показывала, насколько были расстроены его собственные нервы. Более того, когда столь внезапно раздалось рыдание девушки, все вздрогнули и повернулись к двери ведущей в комнаты с таким выражением словно ожидали чего-то ужасного. Дворецкий обратился к кухонному мальчишке. Ну-ка подай мне свечу и мы сейчас же со всем этим погоним. Семь минуты, сэр. А вы, мистер Адерсон, если не возражаете, следуйте за мной. А я готов в пул. Вот свеча. Через черный ход пул вывел нотариусу во двор. А теперь, сэр, идите тихонько. Я хочу, чтобы вы слышали, но чтобы не слышали вас. И вот еще что, сэр, если он вдруг пригласит нас войти, не входите. А почему не входите? Нервы мистера Адерсона при этом неожиданном заключении так дернулись, что он чуть было не потерял равновесие. Однако он собрался с духом, последовал за дворецким в лабораторию и, пройдя через анатомический театр, по-прежнему заставленный ящиками и химической посудой, приблизился к лестнице. Тут пул сделал ему знак остановиться и слушать. А сам, поставив свечу на пол и сделав над собой видимое усилие, поднялся по ступеням и неуверенно постучал в дверь, обитую красным сукном. При этом пул судорожно махнул нотариусу, приглашая его слушать хорошенько. Сэр, вас хочет видеть мистер Адерсон. Скажите ему, что я никого не принимаю. Я же предупреждал никого. Слушаю, сэр. После этого пул взял свечу, вывел мистера Адерсона во двор, а оттуда направился с ним в большую кухню. Огонь в плите был погашен и по полу сновали тараканы. Дворецкий посмотрел прямо в глаза мистеру Адерсону. Сэр, скажите, это был голос моего хозяина? Он очень изменился. Изменился. Еще бы! Неужто послужив здесь двадцать лет, я не узнал бы голос своего хозяина. Нет, сэр! Хозяина убили. Его убили восемь дней назад, когда мы услышали, как он вдруг воззвал к Богу. А что теперь там вместо него? И почему оно там остается? Это вопиет к небесам, мистер Адерсон. Вы рассказываете странные вещи, Пул. Это какая-то нелепость, любезный. Предположим, произошло то, что вы предполагаете. Предположим, доктор Джекел был, ну, допустим, убит. Так зачем убийце оставаться там? Этого не может быть. Это противоречит здравому смыслу. Вас трудно убедить, мистер Адерсон. Но все равно я вам докажу. Всю эту неделю, вот, послушайте, да-да, он, оно, ну, то, что поселилось там в кабинете, день и ночь требует какое-то лекарство и никак не найдет того, что ему нужно. Раньше он хозяин, то есть, имел привычку писать на леске, что ему было нужно и выбрасывать лесок на лестницу. Так вот, всю эту неделю мы ничего кроме лесков не видели, ничего, только листки да закрытую дверь. Даже еду оставляли на лестнице, чтобы никто не видел, как ее заберут в кабинет. Так вот, сэр, каждый день, по два, по три раза на дню, только и были, что приказаны жалобы, и я обегал всех лондонских аптекарей. Чуть только я принесу это с надоби, как тотчас же нахожу еще листок с распоряжением вернуть его обратно в аптеку, дескать, оно с примечами, и обратиться еще к одной фирме. Очень уж ему это с надоби нужно, сах, а для чего неизвестно. А у вас сохранились эти листки? Да, да, наверняка в кармане есть, остались. Так, подержите здесь свечу, пул, отлично. Ну что ж, доктор Джеккл с почтением заверяет фирму МАУ, что последний обращик содержит примеси и совершенно непригоден для его целей. В 1854 году доктор Джеккл приобрел у их фирмы большую партию этого препарата. Теперь он просит со всем тщанием проверить, не осталось ли у них препарата точно такого же состава, каковой, и просит выслать ему немедленно. Цена не имеет значения. Доктору Джеккл украй неважно получить этот препарат. Ради всего святого разыщите для меня старый препарат. Вот, вот видите, сэр? Да, глядите, пул, до этой фразы тон письма был достаточно деловым, но тут пишущий уже не мог совладать со своим волнением. И эти чернильные брызги свидетельствуют о том же. Да, действительно, тон откровенно молящий, как крик о помощи. Вот именно. Странное письмо. А почему, позвольте узнать, оно вскрыто? Приказчику Мау, когда прочитал его, очень рассердился, сэр, и швырнул его прямо мне в лицо. Это ведь почерк доктора, вы видите? Да, похож, что он похож. Только, что толку от почерка? Я же его самого видел. Видели его? И что же? А вот что? было это так. Я вошел в лабораторию из сада, а он, наверное, прокрался туда искать какое-то свое снадобье, потому что дверь кабинета была открыта, и он возился среди ящиков в дальнем конце залы. Он поднял голову, когда я вошел, взвизгнул и кинулся вверх по лестнице в кабинет. Я и видел на его одну минуту, сэр, но волосы у меня все равно стали дыбом. Сэр, если это был мой хозяин, то почему у него на лице была маска? Если это был мой хозяин, почему он завизжал, как крыса и убежал от меня? Я ведь много лет ему служил. все это очень странно, но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Совершенно ясно, Пул, что ваш хозяин стал жертвой одной из тех болезней, которые не только причиняют человеку мучительные страдания, но и обезображивают его. Вот, наверное, почему изменился его голос. Вот почему он стал носить маску и отказывается видеть своих друзей. Вот почему он так стремится отыскать это лекарство, с помощью которого несчастный надеется исцелиться. Дай Бог, чтобы надежда его не обманула. Вот что я думаю, Пул, это очень печально, даже ужасно, но во всяком случае понятно и естественно и избавляет нас от излишних тревог. Сэм, это была какая-то тварь, а не мой хозяин. Я хоть присягнуть готов. Мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а этот был почти карлик. Но, Пул, вам ведь могло показаться. Ах, сэр, что же, по-вашему, я не узнаю хозяина, прослужив у него двадцать лет? Что же, по-вашему, я не знаю, до какого места достигает его голова в двери кабинета, где я видел его каждое утро чё-то не всю мою жизнь? Нет, сэр, этот маски не был доктором Джекелом. Одному богу известно, что это была за тварь, но это был не доктор Джекел. И я знаю, что произошло убийство. Пул, раз вы утверждаете подобные вещи, я обязан удостовериться, что вы ошибаетесь. мне очень не хочется идти наперекор желаниям вашего хозяина, а это странное письмо как будто свидетельствует, что он ещё жив. Но я считаю, что мой долг взломать эту дверь. И правильно, мистер Аттерсон. Однако возникает новый вопрос. Кто это сделает? Мы с вами. Хорошо. И чем бы это ни кончилось, я позабочусь, чтобы вы никак не пострадали. В лаборатории есть топор, а вы, сэр, возьмите кочергу. А вы знаете, Пул, что мы с вами намерены поставить себя в довольно опасное положение? Ну, а как же, сэр? Понятное дело. В таком случае нам следует быть друг с другом откровенными. Мы оба говорим не всё, что думаем. Так выскажемся на чистоту. Вы узнали эту замаскированную фигуру? Ну, сэр, эта тварь бежала так быстро, да ещё сгибаясь чуть не пополам, что сказать точно я не могу. Но если вы хотели спросить, был ли это мистер Хайт, так я думаю, что да. Видите ли, и сложение такое, и проборность, да и кто ещё мог пойти в лабораторию с улицы? Вы ведь не забыли, что у него был ключ, когда случилось то убийство, сэр? И мало того, я не знаю, мистер Раттерсон, вы видели этого мистера Хайда? Встречали? Да, я однажды беседовал с ним. Ну, тогда вы, как и все мы, наверное, заметили, что в нём есть какая-то странность, отчего человеку не по себе становится. Не знаю, как бы выразиться пояснее, сэр, вроде как сразу мороз до костей пробирает. Признаюсь, я испытал нечто подобное. Так вот, сэр, когда эта тварь в маске запрыгала точно обезьяна свезь ящиков и кинулась в кабинет, я весь оледенел. Конечно, я знаю, что это не доказательство для суда, мистер Раттерсон. Настолько-то и я учён. Но что человек чувствует, то он чувствует. Я хоть на Библии поклянусь, что это был мистер Хайт. Да-да, я и сам этого опасался. Боюсь, эту связь породила зло. И сама она могла породить только зло. Да, я верю вам. Я верю, что бедный Гарри убит. И я верю, что его убийца, для чего, только Богу ведомо, всё ещё прячется в комнате своей жертвы. Да будет нашим делом отмщение. Позовите Брэдшоу. Я мигом, сэр. Лакей тотчас явился, бледный и испуганный. Я к вашим услугам. Тише, Брэдшоу. О, Боже. Я понимаю, что эта неопределённость измучила вас всех. Но теперь мы намерены положить ей конец. Как же это возможно, сэр? Мы с Пулом собираемся взломать дверь кабинета. Именно. Взломать? Но ведь... Не волнуйтесь, я готов взять ответственность на себя. А вы, вот что, если действительно что-то случилось, злодей может попытаться спастись через чёрный ход. Поэтому вы с мальчиком возьмите по крепкой палке и сторожите его на улице у двери лаборатории. Мы дадим вам десять минут, чтобы вы успели добраться до своего поста. Хорошо, сэр. Уж мы не подведём. А мы с вами, Пул, отправимся на свой пост. Нельзя терять ни минуты. С этими словами мистер Этерсон взял кочергу под мышку и вышел во двор. Луну затянули тучи и стало совсем темно. Ветер, проникавший в глубокий колодец двора лишь отдельными порывами, колебал и почти гасил огонёк свечи, пока они не укрылись в лаборатории, где бесшумно опустились на стулья и принялись молча ждать. Вокруг глухо гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал только звук шагов в кабинете. Оно расхаживает так все дни напролёт, сэр. Ты почти всю ночь тоже перестаёт только, когда приносит от аптекаря новый образчик. Нечистая совесть, лютый враг покоя. И каждый этот шаг, сэр, капля безвинно пролитой крови. Послушайте, послушайте, мистер Атерсон, внимательно слушайте и скажите мне, разве это походка доктора? Шаги были лёгкие и странные. Несмотря на всю их медлительность, в них была какая-то упругость. И они ничуть не походили на тяжёлый поступ Генри Джекила. Да. И больше ничего не бывает, слышно? Однажды я слышал, что оно плачет. Плачет? Как так? Ну, знаете, точно женщина или неприкаянная душа. И так у меня тяжко на сердце стало, что я сам чуть не заплакал. Тем временем десять минут истекли. Пул извлёк топор из-под вороха упаковочной салоны. Свеча была водворена на ближайшей к лестнице стол, чтобы освещать путь штурмующим. И они, затаив дыхание, приблизились к двери, за которой в ночной тиши всё ещё раздавался мерный звук шагов. Джекил! Я требую, чтобы вы меня впустили! Не отвечает. Я честно предупреждаю вас, что мы заподозрили недоброе. И я должен увидеть вас и увижу. Если вы не откроете дверь, мы взломаем её. Хаттерсон, сжальтесь во имя Бога! Это не голос Джекила, это голос Хайда! Без сомнений, сэр. Ломайте дверь! Ломаю! Пол взмахнул топором. Всё здание содрогнулось от удара, обитая красным сукном дверь, подпрыгнула на петлях и замке. Из кабинета донёсся пронзительный локун, полный животного ужаса. Живее! Вновь взвился топор и вновь затрещали филёры. Вновь дверь прогнулась, но дерево было крепким, а петли пригнаны превосходно. И первые четыре удара не достигли цели. Только после пятого сорванная с петель дверь упала на ковер в кабинете. Атерсон и дворецкий, испуганные собственной яростью и внезапно наступившей тишиной, осторожно заглянули внутрь. Перед ними был озарённый мягким светом кабинет. В камине пылал и что-то бормотал яркий огонь, пел свою тоненькую песенку чайник. На письменном столе аккуратной стопкой лежали бумаги, два-три ящика были слегка выдвинуты. Столик у камина был накрыт к чаю. Более мирную комнату трудно было себе представить. Если бы не стеклянные шкафы, полные всяческих химикалий, она показалась бы самой обычной и непримечательной комнатой во всём Лондоне. Посредине её на полу скорчившись лежал человек. Его тело дёргалось в последних конвульсиях. Они на цыпочках приблизились, перевернули его на спину и увидели черты Эдварда Хайда. Одежда была ему велика. Она пришлась бы в пору человеку сложения доктора Джекела. Вздутые жилы на лбу казалось ещё хранили биене жизни, но жизнь уже угасла. И Аттерсон, заметив раздавленный флакончик в сведённых пальцах и ощутив в воздухе сильный запах горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийц. Мы явились слишком поздно. И чтобы спасти, и чтобы наказать. Хайт покончил расчёты с жизнью, и нам остаётся только найти тело вашего хозяина. Да, сэр. Осмотрим все помещения. Анатомический театр занимал почти весь первый этаж здания и освещался сверху. Кабинет находился на антресолях и был обращён окнами во двор. К двери, выходившей в улочку, из театра вёл коридор, а с кабинетом она сообщалась второй лестницей. Кроме нескольких тёмных чуланов и обширного подвала, никаких других помещений в здании не было. Мистер Атерсон и Дворецкий обыскали кабинет и театр самым тщательным образом. В чуланы достаточно было просто заглянуть, так как они были пусты, а судя по слою пыли на дверях в них очень давно никто не заходил. Подвал, правда, был завален всяческим хламом, восходившим ещё ко временам хирурга, предшественника Джекила. Но стоило им открыть дверь, как с неё сорвал самостоящий ковёр паутины, возвещая, что и здесь они ничего не найдут. Все поиски Генри Джекила, живого или мёртвого, оказались тщетными. Пул, топая и прислушиваясь, прошёл по каменным плитам коридора. Наверное, он похоронил его тут. А может быть, Джекил бежал? Ведь эта дверь выходит на улицу. Она заперта. Ну, смотрите-ка, там в углу на полу лежит какой-то ключ. Вот, действительно. Суды по ржавчине им уже давно не пользовались. Не пользовались? Разве вы не видите, сэр, что ключ сломан, словно на него наступили? Верно. И место излома тоже успело заржаветь. Что же это? Я ничего не понимаю, Пул. Давайте вернёмся в кабинет. Они молча поднялись по лестнице и с ужасом косясь на труп, начали подробно осматривать всё, что находилось в кабинете. На одном из столов можно было заметить следы химического опыта. на стеклянных блюдечках лежали разные величины кучки какой-то белой соли. Точно несчастному помешали докончить проводимое им исследование. Что это за порошок, Пул? Это то самое снадобье, которое я ему всё время разыскивал. Тут вскипел чайник, и вода с шипением пролилась на огонь. Это заставило их подойти к камину. К нему было пододвинуто кресло, рядом на столике расставлен чайный прибор, и даже сахар был уже положен в чашку. На каминной полке стояло несколько книг. Раскрытый том лежал на столике возле чашки. Это был богословский трактат, о котором Джеккел не раз отзывался с большим уважением. Но теперь Атерсон с изумлением увидел, что поля испещрены кощунственными замечаниями, написанными рукой доктора. Не может быть! Зачем Джеккел? Затем, продолжая осмотр, они подошли к вращающемуся зеркалу и посмотрели в него с невольным страхом. Однако оно было повернуто так, что они увидели только алые отблески, играющие на потолке, пламя и сотни его отражений в стеклянных дверцах шкафов и свои собственные бледные испуганные лица. Это зеркало, сэр, видело странные вещи. Но ничего более странного, чем оно само. Зачем оно понадобилось Джеккелу? Да кто же его знает? Затем они подошли к столу. На аккуратной стопке бумаг лежал большой конверт, на котором почерком доктора было написано имя мистера Атерсона. Нотариус распечатал его, и на пол упало несколько документов. Первым было завещание, составленное столь же необычно, как и то, которое нотариус вернул доктору за полгода до этого, как духовное на случай смерти и как дарственное на случай исчезновения. Однако вместо имени Эдварда Хайда нотариус с невыразимым удивлением прочел теперь в завещании свое имя Габриэля Джона Атерсона. Он посмотрел на пула, затем снова на документ и наконец перевел взгляд на мертвого преступника, распростертого на ковре. У меня голова кругом идет. Хайд был здесь полным хозяином несколько дней. У него не было причин любить меня. И он несомненно пришел в бешенство, обнаружив, что его лишили наследства. И все-таки он не уничтожил завещание. А это что за бумага? Нотариус поднял вторую бумагу. Это оказалась короткая записка, написанная рукой доктора. Сверху стояла дата. Ах, пул, смотрите, Джекел был сегодня здесь, и он был жив. За столь короткий срок скрыть его тело бесследно было бы невозможно. Значит, он жив. Значит, он бежал. Но почему бежал? И как? Однако в таком случае можем ли мы объявить об этом самоубийстве? Мы должны быть крайне осторожны. Я предвижу, что мы можем навлечь на вашего хозяина страшную беду. почему вы не прочтете записку, сэр? Потому что я боюсь. Дай-то бог, чтобы мой страх не оправдался. Еще-таки. Хорошо, пул. Нотариус поднес бумагу к глазам и прочел следующее. Дорогой Аттерс, когда вы будете читать эти строки, я исчезну. Я исчезну. При каких именно обстоятельствах я не могу предугадать, однако предчувствие и немыслимое положение, в котором я нахожусь, убеждает меня, что конец неотвратим и вероятно близок. В таком случае начните с письма Ленина, которое он, если верить его словам, собирался вам вручить. Если же вы пожелаете узнать больше, в таком случае обратитесь к исповеди, которая оставляет вам ваш недостойный и несчастный друг Генри Джекилл. Тут было вложено что-то еще. Вот, вот это, сэр. Пул вручил ему пухлый пакет, запечатанный в нескольких местах сургучом. Нотариус спрятал его в карман. Об этих бумагах нельзя никому говорить, Пул. Если ваш хозяин бежал или умер, мы можем хотя бы попробовать спасти его доброе имя. сейчас десять часов, я должен пойти домой, чтобы без помехи прочесть эти бумаги. Но я вернусь до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией. Хорошо, сэр. Они вышли, заперли дверь лаборатории, и Атерсон, оставив слуг в прихожей у огня, отправился к себе домой, чтобы прочесть два письма, в которых содержалось объяснение тайны. Сперва он раскрыл письмо доктора Ленина. Так, так, 9 января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почты заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего коллеги и школьного товарища Генри Джеккела. Это меня очень удивило, так как у нас с ним не было обыкновений переписываться, а я видел его, собственно говоря, обедал у него только накануне. И уж во всяком случае я не мог понять, зачем ему понадобилось прибегать к столь официальному способу общения, как заказное письмо. Содержание письма только усилило мое недоумение. Я приведу его полностью. 9 января 1857 года. Дорогой Лайнин, вы один из моих старейших друзей. И хотя по временам у нас бывали разногласия из-за научных теорий, наша взаимная привязанность как будто нисколько не охладела. Во всяком случае, с моей стороны. Я не могу припомнить дня, когда скажи вы мне, Джекил, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок, и я не пожертвовал бы рукой, лишь бы помочь вам. Лайнин, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок. Если вы откажете в моей просьбе, я погиб. Подобное предисловие может навести вас на мысль, что я намерен просить вас о какой-то неблаговидной услуге, но судите сами. Я прошу вас освободить этот вечер от каких-либо дел. Если даже вас вызовут к постели больного монарха, откажитесь, возьмите кэп, если только ваш собственный экипаж уже не стоит у дверей, и с этим письмом поезжайте прямо ко мне. Пулу моему дворецкому даны надлежащие указания, он будет ждать вашего приезда, уже пригласив слесаря. Затем пусть они взломают дверь вы один. Войдя, откройте стеклянный шкаф слева, помеченный буквой Е, если он заперт, сломайте замок и выньте со всем содержимым четвертый ящик сверху, или что то же самый третий, считай снизу. Меня грызет страх, что в расстройстве чувства я могу дать вам неправильные указания, но даже если я ошибся, вы узнаете нужный ящик по его содержимому, порошки, небольшой флакон и толстая тетрадь. Умоляю вас, отвезите этот ящик прямо как он есть к себе на Кавендиш Сквер. Это первая часть услуги, которую я от вас жду. Теперь о второй ее части. Если вы поедете ко мне немедленно после получения письма, вы, конечно, вернетесь домой задолго до полуночи, но я даю вам срок до этого часа, не только потому, что опасаясь какой-нибудь из тех задержек, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить, но и потому, что для дальнейшего предпочтительно выбрать время, когда ваши слуги будут уже спать. Так вот, в полночь будьте у себя и непременно одни. Надо, чтобы вы сами открыли дверь тому, кто явится к вам от моего имени и передали ему ящик, который возьмете в моем кабинете. На этом ваша роль окончится, и вы заслужите мою вечную благодарность. Затем, через пять минут, если вы потребуете объяснений, вы поймете всю важность этих предосторожностей и убедитесь, что пренебреги вы хотя бы одно из них, каким бы нелепыми они вам не показались, вы могли бы оказаться повинны в моей смерти или безумии. Как не уверен я, что вы святы, исполните мою просьбу, сердце мое сжимается, а рука дрожит при одной только мысли о возможности обратного. Подумайте, в этот час я нахожусь далеко от дома, меня снидает черное отчаяние, которое невозможно даже вообразить, и в то же время я знаю, что стоит вам точно выполнить все мои инструкции, мои тревоги останутся позади, как будто я читал о них в книге. Помогите мне, дорогой Ленин, спасите вашего друга Генри Джекела. По скриптам, я уже запечатал письмо, как вдруг мной овладел новый страх. Возможно, что почта задержится, и вы получите это письмо только завтра утром. В таком случае, дорогой Ленин, выполните мое поручение в течение дня, когда вам будет удобнее, и снова ожидайте моего посланца в полночь, но возможно будет уже поздно. И если ночью к вам никто не явится, знайте, что вы уже никогда больше не увидите Генри Джекела. Прочитав это письмо, я исполнился уверенности, что мой коллега сошел с ума, но тем не менее счел себя обязанным исполнить его просьбу, так как у меня не было иных доказательств его безумия. Чем меньше я понимал, что означает вся эта абракадабра, тем меньше мог судить о ее важности, а оставить без внимания столь отчаянную мольбу значило бы взять на себя тяжелую ответственность. Поэтому я тут же встал из-за стола, сел на извозчика и поехал прямо к дому Джекела. Дворецкий уже ждал меня, он тоже получил с вечерней почты заказное письмо с инструкциями и тотчас послал за слесарем и плотником. Они удивились, когда мы еще разговаривали, и мы все вместе направились в секционную оттуда. Как вам несомненно известно, легче всего попасть в кабинет Джекела. Дверь оказалась на редкость крепкой, а замок чрезвычайно хитрым. Плотник заявил, что взломать дверь будет очень трудно и что ему придется сильно ее повредить. И слесарь тоже совсем был отчаялся. Однако он оказался искусным мастером. И через два часа замок все же поддался его усилиям. шкаф помеченный буквой Е не был заперт. Я вынул ящик, приказал наложить в него соломы и обернуть его простыней, а затем поехал с ним к себе на Каментиш-сквер. Там я внимательно рассмотрел его содержимое. порошки были завернуты очень аккуратно. Но все же не так, как завернул бы их настоящий аптекарь, из чего я заключил, что их изготовил сам Джекил. Когда же я развернул один пакетик, то увидел какую-то кристаллическую соль белого цвета. Флакончик, которым я занялся в следующую очередь, был наполнен до половины кроваво-красной жидкостью. Она обладала резким душным запахом и, насколько я мог судить, имела в своем составе фосфор и какой-то эфир. Что еще входило в нее, я сказать не могу. Тетрадь была самой обыкновенной тетрадью и не содержала почти никаких записей, кроме столбиков дат. Они охватывали много лет, но я заметил, что они резко обрывались на числе более, чем годовой давности. Иногда возле даты имелось какое-то примечание, чаще всего одно слово. Удвоено. Встречалось шесть или семь раз на несколько сот записей, и где-то в самом начале с тремя восклицательными знаками значилось полнейшая неудача. Все это только раздразнило мое любопытство, но ничего не объяснило. Передо мной был флагунчик, с какой-то тинктурой, пакетики с какой-то солью и записей каких-то опытов, которые, подобно подавляющим большинству экспериментов Джекела, не дали практических результатов. Каким образом присутствие этих предметов в моем доме могло спасти или погубить честь, рассудок и жизнь моего легкомысленного коллеги? Если его посланец может явиться в один дом, то почему не в другой? И даже если на то действительно есть веская причина, то почему я должен хранить его приход в тайне? Чем больше я ломал над этим голову, тем больше убеждался, что единственное объяснение следует искать в мозговом заболевании. Поэтому, хотя я и отпустил слух спать, но тем не менее зарядил свой старый револьвер, чтобы иметь возможность защищаться. не успел отзвучать над Лондоном бой часов, возвращавший полночь, как раздался чуть слышный стук дверного молотка. Я сам пошел открывать дверь и увидел, что к столбику крыльца прижимается человек очень маленького роста. Вы от доктора Джекела? Да. Войдите. Прежде чем войти, незнакомец тревожно оглянулся через плечо на темную площадь. По ней в нашу сторону шел полицейский с горящим фонарем в руках и при виде его мой посетитель вздрогнул и поспешно юркнул в прихожую. Все это мне, признаюсь, не понравилось и следуя за ним в ярко освещенный кабинет, я держал руку в кармане, где лежал револьвер. Тут наконец мне представилась возможность рассмотреть его. Я сразу убедился, что вижу этого человека впервые. Как я уже говорил, он был невысок. Меня поразило омерзительное выражение его лица, сочетание большой мышечной активности с видимой слабостью телосложения и в первую очередь странное, неприятное ощущение, которое возникло у меня при его приближении. Ощущение это напоминало легкий ступор и сопровождалось заметным замедлением импульса. В первую минуту я объяснил это какой-то личной своей идеей синхразии и только подъявился четкости симптомов. Однако позже я пришел к заключению, что причину следует искать в самых глубинах человеческой натуры и определяется она началом более благородным, нежели ненависть. Неизвестный был одет так, что будь на его месте кто-нибудь другой, он вызвал бы смех. Его костюм, отлично сшитый из прекрасной темной материи, был ему безнадежно велик и широк. Брюки болтались и были подсучены, чтобы не волочиться по земле. Далее сертуга приходилось на бедра, а ворот сползал на плечи. Но, как ни странно, это нелепое одеяние отнюдь не показалось мне смешным. Напротив, в сущности стоявшего передо мной незнакомца чувствовал что-то ненормальное и уродливое, что-то завораживающее, жуткое и гнусное. И такое облачение гармонировало с этим впечатлением и усиливало его. Поэтому меня заинтересовали не только характер и натуры этого человека, но и его происхождение, образ его жизни, привычки и положение в свете. Эти наблюдения, хотя они занимают здесь немало места, потребовали всего нескольких секунд. К тому же моего посетителя оказалось не дало жгучее нетерпение. Он у вас. У вас. Давайте его скорее. его лихорадочное возбуждение было так велико, что он даже схватил меня за плечо, словно собираясь стряхнуть. Я отстранил его руку, почувствовал, что от этого прикосновения по моим венам прокатилась ледяная волна. Ну же! Простите, сэр. Вы забываете, что я еще не имею чести быть с вами знакомым. Будьте добры, присядьте. И я показал ему пример, опустившись в свое кресло так, словно передо мной был пациент и стараясь держаться естественно, насколько это позволяли поздний час, одолевавшие меня мысли и тот ужас, который внушал мне мой посетитель. Прошу извинения, доктор Ленин. Ваш упрек совершенно справедлив. Мое нетерпение забежало вперед в вежливости. Я пришел к вам по просьбе вашего коллеги доктора Генри Джекила в связи с весьма важным делом. Насколько я понял. Он умолк, прижав руку к горлу, и я заметил, что несмотря на свою сдержанность, он лишь с трудом подавляет припадок истерии. Насколько я понял, ящик... Вот он, сэр. Да. Незнакомец сбросился к ящику, но вдруг остановился и прижал руку к сердцу. Я услышал, как заскрежетали зубы его сведенных судорогой челюстей, а лицо так страшно исказилось, что я испугался за его рассудок и даже за жизнь. надеюсь, это то, что нужно. Успокойтесь. Он оглянулся на меня, раздвинув губы в жалкой улыбке и с решимостью отчаяния сдернул простыню. Наконец-то! Нет ли у вас мензурки? Возьмите вон там. Благодарю. Он улыбнулся, отмерил некоторое количество красной тинктуры и добавил в нее один из порошков. Смесь, которая была сперва красноватого оттенка, по мере растворения кристаллов стала светлеть, шипением пузыриться и выбрасывать об очка пара. Внезапно процесс этот прекратился и в тот же момент микстура стала темно-фиолетовой, а потом этот цвет сменился бледно-зеленым. Мой посетитель, внимательно следивший за этими изменениями, улыбнулся, поставил мензурку на стол, а затем пристально посмотрел на меня. А теперь последнее. Может быть, вы будете благоразумны. Может быть, вы послушаетесь моего совета и позволите мне уйти из вашего дома с этой мензуркой в руке и без дальнейших объяснений. Или ваше любопытство слишком сильно. Подумайте, прежде чем ответить, ведь как вы решите, так и будет. Либо все останется как прежде, и вы не сделаетесь ни богаче, ни мудрее. Хоть мысль о том, что вы помогли человеку в минуту смертельной опасности, возможно, и обогащает душу. Либо если вы предпочтете иное, перед вами откроются новые области знания, новые дороги к могуществу и славе. Здесь, сейчас, в этой комнатке, и ваше зрение будет поражено феноменом, способным сокрушить неверие самого сатаны. Сэр, вы говорите загадками. И вас, наверное, не удивит, если я скажу, что слушаю вас без особого доверия. Я слишком далеко зашел по пути таинственных услуг, чтобы остановиться, не увидев конца. Пусть так. Леониан, вы помните нашу профессиональную клятву. Нашу? Все дальнейшее считайте врачебной тайной. А теперь, теперь человек, столь долго исповедовавшись самые узкие и грубоматериальные взгляды, отрицавшись самую возможность трансцендентной медицины, смеявшись над теми, кто был талантливей. Смотри, он поднес мензурку к лбам и залпом выпил ее содержимое. Потом покачнулся, зашатался, схватился за стол, глядя перед собой налитыми кровью глазами, судорожно глотая воздух открытым в том, и вдруг я заметил, как он меняется, становится словно больше. Его лицо вдруг почернело, черты распылись, преобразились, и в следующий миг передо мной бледный, измученный, ослабевший, жаря перед собой руками, точно человек, воскресший из мертвых, передо мной стоял Генри Жагин. Я не решаюсь доверить бумаге то, что он рассказал мне за следующий час. Я видел то, что видел, слышал то, что слышал, и моя душа была этим растерзана. Однако теперь, когда это зрелище уже не стоит перед моими глазами, я спрашиваю себя, верю ли я в то, что было, и не знаю ответа. Моя жизнь сокрушена до самых ее корни. Сон покинул меня, дни и ночи меня стережет смертоносный ужас, и я чувствую, что дни мои сочтены. Я скоро умру, и все же я умру, не веря. Но даже в мыслях я не могу без содрогания обратиться к той бездне гнуснейшей безнравственности, которую открыл мне этот человек, пусть и со слезами раскаяния. Я скажу только одно, Аттерсон, но этого, если вы заставите себя поверить, будет достаточно. Тот, кто прокрался ко мне в дом в ту ночь, носил по собственному признанию Джекела имя Хайда, и его разыскивали по всей стране, как убийцу Кэрю. Хейстер Лэньон. Неужели? Но это невероятно. Невероятно. Пораженному мистеру Аттерсону не оставалось ничего другого, как прочитать второе письмо. Это было исчерпывающее объяснение Генри Джекела. Я родился в году 1803 наследником большого состояния. Кроме того, я был наделен немалыми талантами, трудолюбив от природы, высоко ставил уважение умных и благородных людей, и, казалось, мог не сомневаться, что меня ждет славное и блестящее будущее. Худшим же из моих недостатков было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям, которое для многих служит источником счастья. Однако я не мог примирить эти наклонности с моим настойчивым желанием держать голову высоко и представляться окружающим человеком серьезным и почтенным. Поэтому я начал скрывать свои развлечения и к тому времени, когда я застиг зрелости и мог здраво оценить пройденный мной путь и мое положение в обществе, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной. Немало людей гордо выставляли бы на показ те уклонения со стези добродетелей, в которых я был повинен, но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не столь лишь предусыдительные удовольствия. Таким образом я стал тем, чем стал, но не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений. Те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляющего большинства людей. Но, несмотря на мое постоянное притворство, я не был лицемером. Обе стороны моей натуры составляли подлинную мою сущность. Я был самим собой и когда, отбросив сдержанность, предавался распутству, и когда при свете дня усердно трудился на ниве знаний или старался облегчить чужие страдания и несчастья. Направление же моих ученых занятий, тяготевших к области мистического и трансцендентного, в конце концов повлияло и пролило яркий свет на эту вечную войну двух начал, которую я ощущал в себе. Таким образом, с каждым днем обе стороны моей духовной сущности, нравственной и интеллектуальной, все больше приближали меня к открытию истины, частичное владение которое обрекло меня на столь ужасную гибель. Я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен. Я говорю двоичен, потому что мне не дано было узнать больше, но другие пойдут моим путем, превзойдут меня в тех же изысканиях, и я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человек окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, не схожих и независимых друг от друга сочленов. Я же благодаря своему образу жизни мог продвигаться в одном и только в одном направлении. В своей личности абсолютную изначальную двойственность человека я обнаружил в сфере нравственности, наблюдая в себе соперничество двух противоположных натур, я с наслаждением точно заветной мечте предавался мыслям о возможности полного разделения этих двух элементов. Если бы только говорил я себе, их можно было расселить в отдельные тела, жизнь освободилась бы от всего, что делает ее невыносимой. Дурной близнец пошел бы своим путем, свободный от высоких стремлений и угрызений совести добродетельного двойника, а тот мог бы спокойно и неуклонно идти своей благостью и зёй, творя добро согласно своим наклонностям и не опасаясь более позора и кары, которые прежде мог бы навлечь на него соседствовавший с ним носитель зла. Это насильственное соединение в одном пучке двух столь различных прутьев. Это непрерывная борьба двух враждующих близнецов в истерзанной утробе души были извечным проклятием человечества. Но как же их разъединить? Вот куда уже привели меня мои размышления, когда на моем лабораторном столе забрежил путеводный свет. я начал осознавать глубже, чем кто-либо осознавал это прежде, всю зыбкую нематериальность, всю облачную бесплотность столь неизменного на вид тела, в которое мы обличены. Я обнаружил, что некоторые вещества обладают свойством колебать и преображать эту мышечную оболочку, как ветер, играющий занавесками в беседке. По двум веским причинам я не стану в своей исповеди подробно объяснять научную сторону моего открытия. Во-первых, с тех пор я понял, что предопределенное бремя жизни возлагается на плечи человека навеки, и попытка сбросить его неизменно кончается одним. Оно вновь ложится на них, сделавшись еще более неумолимым и тягостным. А во-вторых, как, увы, станет ясно из этого рассказа, открытия мое не было доведено до конца. Следовательно, достаточно будет сказать, что я не только распознал в моем теле всего лишь эманацию и ореол неких сил, составляющих мой дух, но и сумел приготовить препарат, с помощью которого эти силы лишались верховной власти, и возникал второй облик, который точно так же принадлежал мне, хотя он был выражением одних низших элементов моей души. Я долго колебался, прежде чем рискнул подвергнуть эту теорию проверки практикой. Я знал, что опыт легко может кончиться моей смертью, ведь средство, столь полно подчиняющее себе самый оплот человеческой личности, могло вовсе уничтожить призрачный ковчег духа, который я надеялся с его помощью только преобразить. увеличение дозы на ничтожнейшую частицу, мельчайшая заминка в решительный момент неизбежно привели бы к роковому результату. Однако соблазн воспользоваться столь необыкновенным, столь неслыханным открытием в конце концов возобладал над всеми опасениями. Я уже давно изготовил тинктуру, я купил у некой оптовой фирмы значительное количество той соли, которая, как показали мои опыты, была последним необходимым ингредиентом. И вот в одну проклятую ночь я смешал элементы, увидел, как они закипели и задымились в стакане, а когда реакция завершилась, я, забыв про страх, выпил стакан до дна. Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Затем эта агония внезапно прекратилась, и я пришел в себя словно после тяжелой болезни. Все мои ощущения как-то переменились, стали новыми, а потому неописуемо сладостными. Я был моложе, все мое тело пронизывало приятное счастливое легкость, я ощущал бесшабашную беззаботность, в моем воображении мчался вихрь беспорядочных чувственных образов, узы долго распались и боли не стесняли меня, душа обрела неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности. С первым же дыханием этой новой жизни я понял, что стал несравненно более прочным рабом таившегося во мне зла. И в ту минуту эта мысль подкрепила и опьянила меня, как вино. Я простер вперед руки, наслаждаясь непривычностью этих ощущений. И тут внезапно обнаружил, что стал гораздо ниже ростом. Тогда в моем кабинете не было зеркала. То, которое стоит сейчас возле меня, я приказал поставить здесь позже, именно для того, чтобы наблюдать эту метаморфозу. Однако на смену ночи уже шло утро. Утро, которое, как ни черно оно было, готовилось вот-вот породить день. Моих домочадцев крепко держал в объятиях непробудный сон, и я, одурманенный торжеством и надеждой, решил отправиться в моем новом облике к себе в спальню. Я прошел по двору, и созвездие чудилось мне. С удивлением смотрели на первое подобное существо, которое им довелось узреть за все века их бессонных бдений. Я прокрался по коридору чужой в моем собственном доме, и, войдя в спальню, впервые увидел лицо и фигуру Эдварда Хайда. Далее следуют мои предположения. Не факты, но лишь теория, представляющаяся мне наиболее вероятной. Зло в моей натуре, которому я передал способность создавать самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что отвергнутое мною добро. С другой стороны, самый образ моей жизни на девять десяток, состоявший из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло во мне на бездеятельность, тем самым сохранял его силы. Вот почему, думается мне, Эдвард Хайт был ниже ростом, субтильнее и моложе Генри Джекела. И если лицо одного дышало добром, лицо другого несло на себе ясный и размашистый рощерк зла. Кроме того, зло, которое я и теперь не могу не признать губительной стороной человеческой натуры, наложило на этот облик отпечаток уродства и гнилости. И все же, увидев в зеркале этого безобразного истукана, я почувствовал не отвращение, а внезапную радость, ведь это тоже был я. образ в зеркале казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, он был более четким отражением духа, более выразительным и гармоничным, чем та несовершенная и двойственная внешность, которую я до сих пор привык называть своей. И в этом я был без сомнения прав. Я замечал, что в облике Эдварда Хайда я внушал физическую годливость всем, кто приближался ко мне. Этому, на мой взгляд, есть следующее объяснение. Обычные люди представляют собою смесь добра и зла, а Эдвард Хайт был единственным среди всего человечества чистым воплощением зла. Я медлил перед зеркалом не доли минуты. Мне предстояло проделать второй и решающий опыт. Я должен был проверить, смогу ли я вернуть себе прежнюю личность или мне придется, не дожидаясь рассвета, бежать из дома, переставшего быть моим. Поспешив назад в кабинет, я снова приготовил и испил магическую чашу. Снова испытал муки преображения и очнулся уже с характером, телом и лицом Генри Джекила. В ту ночь я пришел к роковому распутью. Если бы к моему открытию меня привели более высокие побуждения, если бы я рискнул проделать этот опыт, находясь во власти благородных и благочестивых чувств, все могло бы сложиться иначе, и из агонии смерти и возрождения я восстал бы ангелом, а не дьяволом. «Само средство не обладало избирательной способностью. Оно не было ни божественным, ни сатанинским. Оно лишь отперло темницу моих склонностей. И наружу вырвался тот, кто стоял у двери. Добро во мне тогда дремало, а зло бодрствовало, разбуженное тщеславием, и поспешило воспользоваться удобным случаем. Так возник Эдвард Хайт. Теперь у меня было не только два облика, но и два характера. Один из них состоял только из зла, а другой остался прежним, двойственным и негармоничным Генри Джекелом, исправить и облагородить которого я уже давно не надеялся. Таким образом, перемена во всех отношениях оказалась к худшему. Даже и в то время я еще не полностью преодолел ту скуку, которую внушало мне сухое, однообразие жизни ученого. Я по-прежнему любил развлечения, но мои удовольствия были, мягко выражаясь, не слишком достойными. А я не только стал известным и уважаемым человеком, но достиг уже пожилого возраста, и раздвоенность моей жизни с каждым днем делалась для меня все тягостнее. Вот тут мне могло помочь мое новообретенное могущество, и, не устояв перед искушением, я превратился в раба. Мне стоило только выпить мой напиток, чтобы сбросить с себя тело известного профессора, и как плотным плащом окутаться телом Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли, тогда она показалась мне забавной, и занялся тщательной подготовкой. Я снял и меблировал тот дом в Сохо, до которого впоследствии полиция проследила Хайда, и поручил его заботам женщины, которая, как мне было известно, не отличалась щепетильностью и умела молчать. Затем я объявил моим слугам, что некий мистер Хайд, я описал его внешность, может распоряжаться в доме, как у себя. Во избежание недоразумений я несколько раз появился там, в моем втором облике, составил столь возмутившее вас Атерсон завещание. Если бы с доктором Джекилом что-нибудь произошло, я, благодаря этому завещанию, мог бы окончательно преобразиться в Эдварда Хайда, не утратив при этом моего состояния. И вот, обезопасившись, как мне казалось, от всех возможных случайностей, я начал извлекать выгоду из странных привилегий моего положения. Чтобы отворить преступления, люди пользуются услугами наемных убийц, не ставя под угрозу ни себя, ни свою добрую славу, а я был первым человеком, который прибегнул к этому способу в поисках удовольствий. Я мог в мгновение ока сбросить себя на ряд почтенной добродетели и, подобно вырвавшемуся на свободу школьнику, кинуться в море распущенности. Но, в отличие от этого школьника, мне в моем непроницаемом плаще не грозила опасность быть узнанным. Поймите, я ведь просто не существовал. Стоило мне скрыться за дверью лаборатории, в одну-две секунды смешать и выпить питье, и Эдвард Хайт, что бы он не натворил, исчез бы, как след дыхания на зеркале, а вместо него в кабинете оказался бы Генри Джеккел, человек, который, мирно трудясь у себя дома, при свете полночной лампы, мог бы смеяться над любыми подозрениями. Удовольствия, которым я незамедлительно стал предаваться в своем маскарадном облике, были, как я уже сказал, не очень достойными, но и только. Однако, Эдвард Хайт вскоре превратил их в нечто чудовищное. Не раз, вернувшись из подобной экскурсии, я дивился развращенности, обретенной мной через его посредства. Это существо по самой своей природе было злобным и преступным. Это каждое его действие, каждая мысль диктовались себелюбием. С животной жадностью он упивался чужими страданиями и не знал жалости, как каменное извояние. Генри Джекил часто ужасался поступком Эдварда Хайда, но странность положения, неподвластного обычным законам, незаметно убаюкивала совесть. Ведь в конечном счете виноват во всем был Хайт и только Хайт, а Джекил не стал хуже. Он возвращался к своим лучшим качествам, как будто таким же, каким был раньше. Если это было в его силах, он даже спешил загладить зло, причиненное Хайдом, и совесть его спала глубоким сном. Я не хочу подробно описывать ту мерзость, которой потворствовал. Даже и теперь мне трудно признать, что ее творил я сам. Я намерен только перечислить события, которые указывали на неизбежность возмездия и на его приближение. Однажды я навлек на себя большую опасность, проявив жестокость по отношению к ребенку, которая вызвала гнев прохожего. Позже я узнал его в вашем кузене, в тот раз, когда вы видели меня в окна. К нему на помощь пришли родные девочки и врач, и были минуты, когда я уже опасался за свою жизнь. Чтобы успокоить их более чем справедливое негодование, Эдвард Хайд был вынужден привезти к двери лаборатории, вручить им чек, подписанный Генри Джекилу. Однако я обеспечил себя от повторения подобных случаев, положив в другой банк деньги на имя Эдварда Хайда. А когда я научился писать, изменяя наклон и снабдил моего двойника подписью, я решил, что окончательно перехитрил судьбу. Месяца за два до убийства сэра Денверса я отправился на поиски очередных приключений, вернулся домой очень поздно и проснулся на следующий день с каким-то странным ощущением. Тщетно я смотрел по сторонам, тщетно мой взгляд встречал прекрасную мебель, высокий потолок моей спальни в доме на площади, тщетно я узнавал знакомый узор на занавесках кровати красного дерева, резьбу на ее спинке, что-то продолжало настойчиво шептать мне, что я нахожусь вовсе не тут, а в комнатушке в Сохо, где я имел обыкновение ночевать в теле Эдварда Хайда. Я улыбнулся этой мыслью и подавшись моему обычному интересу к психологии и начал лениво размышлять над причинами этой иллюзии, иногда снова погружаясь в сладкую утреннюю дрему. Я все еще был занят этими мыслями, как вдруг в одну из минут пробуждения случайно взглянул на мою руку. Как вы сами не раз говорили, рука Генри Джекела по форме, размером была настоящей рукой врача, крупной, сильной, белой и красивой. Однако лежавшая на одеяле полужатая в кулак рука, которую я теперь ясно разглядел в желтоватом свете позднего лондонского утра, была худой, жилистой, узловатой, землистопледной и густо поросшей жесткими волосами. Это была рука Эдварда Хайда. Я, наверное, почти минуту смотрел на нее в тупом изумлении, но затем меня объел ужас, внезапный и оглушающий, как грохот литавр. Вскочив с постели, я бросился к зеркалу. При виде того, что в нем отразилось, я почувствовал, что моя кровь разжижается и леденеет. Я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом. Как это можно было объяснить? А главное, как это исправить? Утро было в разгаре, слуги давно встали, а мои порошки хранились в кабинете, отделенном от того места, где я в оцепенении стоял перед зеркалом. Я быстро оделся, хотя моя одежда, разумеется, была мне теперь велика, быстро прошел через черный ход, где Брэд Шоу вздрогнул и попятился, увидев перед собой мистера Хайда в столь неурочный час и в столь странном одеянии. И через десять минут доктор Джекил, уже обретший свой собственный образ, мрачно сидел за столом, делая вид, что завтракает. Да, мне было не до еды. Это необъяснимое происшествие, это опровержение всего моего предыдущего опыта, казалось, подобно огненным письменам, на Валтасаровом Перу пророчило мне грозную кару, и я впервые серьезно задумался над страшными возможностями, которыми было чревато мое двойное существование. Та часть моей натуры, которую я научился выделять, была в последнее время очень деятельной и налилась силой, мне даже начинало казаться, будто тело Эдварда Хайда стало выше, шире в плечах, будто кровь более энергично струится в его жилах. Значит, если так будет продолжаться и дальше, я лишусь способности преображаться по собственному желанию, и навсегда останусь Эдвардом Хайдом. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды, в самом начале моих опытов, питье не подействовало вовсе, и с тех пор я не раз должен был принимать двойную дозу, а как-то, рискуя жизнью, принял даже тройную. До сих пор эти редкие капризы сложнейшего препарата были единственной тенью, мрачавшей мою радость. Однако теперь, раздумывая над утренним происшествием, я пришел к выводу, что если в начале труднее всего было сбрасывать с себя тело Джекила, то в последнее время труднее всего стало вновь в него обликаться. вновь. Таким образом, все наталкивало на единственно возможный вывод. Я постепенно утрачивал связь с моим первым и лучшим я и мало помалу начинал полностью сливаться со второй и худшей частью моего существа. Я понял, что должен выбрать между ними раз и навсегда. И вот со мной произошло то же, что происходит с подавляющим большинством моих ближних. Я выбрал свою лучшую половину, но у меня не хватило силы воли остаться верным своему выбору. Да, я предпочел пожилого доктора и решительно просился со свободой относительно юностью, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями совсем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда. Возможно, я сделал этот выбор с бессознательными оговорками, так как я не отказался от дома в сок и не уничтожил одежду Эдварда Хайда, которая по-прежнему хранилась у меня в кабинете. Однако два месяца я свято соблюдал свое решение. Два месяца я вел чрезвычайно строгую жизнь, о какой и мечтать не мог прежде, и был вознагражден за это блаженным спокойствием совести. Но время притупило остроту моей тревоги. Спокойная совесть становилась чем-то привычным. меня начинали терзать томительные желания, словно Хайт пытался вырваться на волю. И, наконец, в час душевной слабости я вновь составил и выпил магический напиток. Мой дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Я еще не допил своего состава. как уже ощутил неудержимое яростное желание творить зло. Вероятно, именно при этом учтивая речь моей несчастной жертве сэра Денверса и подняла в моей душе бурю раздражения. Мгновенно во мне проснулся и запушевал адский дух. В их стазе злорадства я калечил и уродовал беспомощное тело, упиваясь восторгом при каждом ударе. И только когда мной начала владевать усталость, я вдруг в самом разгаре моего безумия ощутил в сердце леденящий ужас. Туман рассеялся и я понял, что мне грозит смерть и бежал от места своего разгула, ликуя и трепеща одновременно. Удовлетворенная жажда зла наполняла меня радостью, а любовь к жизни была напряжена как струна скрипки. Я бросился в сухо и для верности уничтожил бумаги, хранившиеся в моем тамошнем доме. Затем я снова вышел на освещенные фонарями улицы, все в том же двойственном настроении. Я смаковал мое преступление, беззаботно обдумывал, какие еще совершу в будущем и в то же время продолжал торопливо идти, продолжал прислушиваться, не раздались ли уже позади меня шаги от мстителя. Хайт весело напивал, составляя напиток, и выпил его за здоровье убитого. Но не успели еще стихнуть муки преображения, как Генри Джекил, проливая слезы смиренной благодарности и раскаяния, упал на колени и простер в мольбе руки к небесам. Завеса самообольщения была рассечена сверху донизу. Передо мной прошла вся моя жизнь. Мне хотелось кричать. Я пытался слезами и молитвами отогнать жуткие образы и звуки, которыми пытала меня моя память. Все было решено окончательно. С этих пор о Хайде не могло быть и речи. О, как я этому радовался, с каким искренним отречением я запер дверь лаборатории, которой так часто пользовался прежде, и сломал каблуком ключ. На следующий день я узнал, что убийство видели, что виновность Хайда твердо установлена, и что убитый был человеком известным и пользовался всеобщим уважением. Это было не просто преступление. Это было трагическое безумие. Мне кажется, я обрадовался. Обрадовался тому, что страх перед эшафотом станет теперь надежной опорой и защитой моим благим намерениям. Джекил будет отныне моей крепостью. Стоит Хайду хоть на мгновение выглянуть наружу и руки всех людей протянутся, чтобы схватить его и предать смерти. Я решил, что мое будущее превратится в искупление прошлого. И могу сказать без хвастовства, что мое решение принесло кое-какие добрые плоды. Вам известно, как усердно в последние месяцы прошлого года старался я облегчать страдания и нужду. Вам известно, что мною немало было сделано для других, а мои собственные дни текли спокойно, почти счастливо. И право, мне не надоедала эта полезная и чистая жизнь. Напротив, с каждым днем она приносила мне все большую радость, но душевная двойственность по-прежнему оставалась моим проклятием. И когда первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона моей натуры, которой я столь долго лелеял и лишь так недавно подавил, исковал, начала злобно пунтовать и требовать выхода. Конечно, мне и в голову не приходило воскрешать Хайда. Одна мысль об этом ввергала меня в панический ужас. Нет, нет, я вновь поддался искушению обмануть собственную совесть, оставаясь самим собой, и не устоял перед соблазном, как обыкновенный тайный грешник. Краткая уступка моему злому началу оказалась последней соломинкой, безвозвратно уничтожившей равновесие моей души. А я даже не встревожился. Падение это казалось неестественным, простым возвращением к тем дням, когда я еще не сделал своего открытия. Был прекрасный мартовский день, сырой от растаявшего снега, но ясный и безоблачный. Риджен парк звенел от птичьего чирикания, благоухал ароматами весны. Я сидел на залитой солнцем скамье, зверь во мне облизывал косточки воспоминаний, духовное начало дремало, обещая раскаяние впоследствии, но немного его откладывая. В конце концов размышлял я, чем я хуже всех моих ближних. И тут я улыбнулся, сравнивая себя с другими людьми, сравнивая свою деятельную доброжелательность с ленивой жесткостью равнодушие. И вот, когда мне в голову пришла эта тщеславная мысль, по моему телу вдруг пробежала судорога, я ощутил мучительную дурноту и ледяной озноб. Я посмотрел на себя и увидел, что одежда повисла мешком на моем съежившемся теле, что рука, лежащая на колене, стала жилистой и волосатой, я вновь превратился в Эдварда Хайда. За мгновение до этого я был в полной безопасности, окружен уважением, богат, любим, и дома меня ждал накрытый к обеду стол, а теперь я стал изгоем, затравленным убийцей, добычей виселицы. Мой рассудок затуманился, но все же остался мне верен. Я и прежде не раз замечал, что в моем втором облике мои способности словно обострялись, а дух обретал новую гибкость. Вот почему там, где Джекел вероятно погиб бы, Хайт нашел выход из положения. Тинктуры и порошки были спрятаны у меня в кабинете в ящике одного из шкафов, но как до них добраться? Дверь лаборатории я запер навсегда. Если я попробую войти через дом, мои собственные слуги отправят меня на виселицу. Я понял, что должен прибегнуть к помощи посредника и остановил свой выбор на Леньюне. К счастью, у меня кое-что сохранилось от моей прежней личности. Мой почерк и эта искорка, вспыхнув ярким огнем, осветила весь мой дальнейший путь от начала и до конца. Я, насколько мог, привел свою одежду в порядок, подозвал извозчика и дал адрес первого попавшегося отеля. Войдя в гостиницу, я огляделся с таким злобным видом, что коридорные задрожали. Не посмев даже обменяться взглядом, они почтительно выслушали мои распоряжения, проводили меня в отдельный номер и подали мне туда письменные принадлежности. Я написал два важнейших письма Ленину и Пулу и приказал отправить их заказными, чтобы получить неопровержимое свидетельство того, что они действительно отправлены. Затем до ночи он просидел у камина в своем номере. Он, говорю я, потому что не могу написать я. В этом исчадии ада не было ничего человеческого. В его душе жили только ненависть и страх. Когда я снова стал с собой в кабинете Ленина, ужас моего старого друга возможно тронул меня, но точно сказать не могу. Это была лишь капля капля в море того отчаяния и отвращения, с которым я оглядываюсь на эти часы. Во мне произошла решительная перемена. Я страшился уже не виселицы, а того, что останусь Хайдом. Обличение Ленина я выслушал как в тумане, как в тумане я вернулся домой и лег в постель. Совсем разбитый после тревог этого дня я уснул тяжелым непробудным сном и даже терзавшие меня кошмары. Не могли его прервать. Утром я проснулся ослабевшим, душевно измученным, но освеженным. Я неторопливо шел по двору после завтрака, с удовольствием вдыхая утренний холод, как вдруг меня вновь охватила неописуемая дрожь. У меня только-только достало времени укрыться в кабинете, как я уже опять горел и леденел страстями Хайда. На этот раз, чтобы стать собой, мне потребовалась двойная доза. И, увы, шесть часов спустя, когда я грустно сидел у кмина, глядя в агонь, я вновь почувствовал знакомый спазм и должен был прибегнуть к порошкам. Короче говоря, с этого дня мне удавалось сохранять обличие Джекела только ценой безостановочных усилий, только под действием препарата. В любой час дня и ночи по моему телу могла пробежать роковая дрожь, а стоило мне уснуть или хотя бы задремать в кресле, как я просыпался Хайдом. Хайд словно обретал мощь по мере того, как Джекел угасал. И ненависть, разделявшая их, теперь была равной с обеих сторон. У Джекела она прождалась инстинктом самосохранения. Он теперь полностью постиг все уродство Хайда, и эта бунтующая мерзость была для него ближе жены, неотъемлемее глаза. Она томилась в его теле, как в клетке, и он слышал ее глухое ворчание, чувствовал, как она рвется на свет, а в минуты слабости или под покровом сна она брала верх над ним и вытесняла его из жизни. Ненависть Хайда к Джекелу была иной. Страх перед виселицей постоянно заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному положению компонента, лишаясь статуса личности, но эта необходимость была ему противна. Ему было противно уныние, в которое теперь впадал Джекел, и его бесило отвращение Джекела к нему, поэтому он с обезьяньей и злобой устраивал мне всяческие гадости, писал моим почерком гнусные кощунства на полях моих книг, сжег мои письма, уничтожил портрет моего отца и только страх смерти удержил его от того, чтобы навлечь на себя гибель, лишь бы я погиб вместе с ним. Когда я вспоминаю, с какой трепетной страстью он цепляется за жизнь и как он боится моей власти убить его при помощи самоубийства, я начинаю испытывать к нему жалость. Продолжать это описание не имеет смысла, да и часы мои сочтены. Никому еще не приходилось терпеть подобных мук. Пусть будет довольно этого. Однако привычка принесла нет, не смягчение этих мук, но некоторое огрубение души, притупление отчаяния и мое наказание могло бы длиться еще многие годы, если бы не последний удар, бесповоротно лишающий меня и моего облика, и моего характера. Запасы соли, не возобновлявшиеся со времени первого опыта, начали иссякать. Я послал купить ее и смешал питье. Жидкость закипела, цвет переменился, но второй перемены не последовало. Я выпил, но состав не подействовал. Пул расскажет вам, как я приказывал обшарить все аптеки Лондона, но тщетно. И теперь я не сомневаюсь, что в той соли, которой я пользовался, была какая-то примесь. И что именно эта неведомая примесь придавала силу питью. с тех пор прошло около недели. И я дописываю это мое объяснение под действием последнего из моих прежних порошков. Если не случится чудо, значит, Генри Джекел в последний раз мыслит, как Генри Джекел. И в последний раз видит в зеркале свое лицо, увы, изменившееся до неузнаваемости. И я не смею медлить завершением моего письма. До сих пор оно могло уцелеть лишь благодаря величайшим предосторожностям и величайшей удаче. Если перемена застигнет меня еще за письмом, Хайд разорвет его в клочки. Но если я успею спрятать его заблаговременно, невероятный эгоизм Хайда и забота его нынешнего положения могут спасти письмо, от его обезьяни и злобы. Через полчаса, когда я вновь и уже навеки облекусь в эту ненавистную величину, я знаю, что буду, дрожая и рыдая, сидеть в кресле или, весь превратившись в испуганный слух, примусь без конца расхаживать по кабинету моему последнему приюту на земле и ждать, ждать, что вот-вот раздадутся звуки, предвещающие конец. умрет ли Хайт на эшафоте или в последнюю минуту у него хватит мужества избавить себя от этой судьбы, это ведомо одному богу. А для меня не имеет никакого значения. Час моей настоящей смерти уже наступил. Дальнейший же касается не меня, а другого. Сейчас отложив первое запечатаю мою исповедь и этим завершит свою жизнь злополучный Генри Джеккел. Генри 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 Мистер Атерсон, я заметил, что с некоторых пор маршрут наших воскресных прогулок изменился. Вы всячески обходите стороной ту улочку, которую так любили и которая вселяла в вас дух чистоты и веселости. Помните, это ваши слова. Ну, как же, как же, Ричард. И что же? Неужели история с Хайдом так на вас подействовала? Но она давно исчерпана. А помните, Ричард, ваше золотое правило никогда никого не расспрашивать. Да-да, именно. Так вот, повторю то же, что сказал тогда. Это ваше правило превосходно, Энфилд. Вы слушали радиоспектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда по одноименной повести Роберта Льюиса Стивенсона. Перевод Ирины Гурвой. Роли исполняли доктор Джекил Дмитрий Назаров, Атерсон Михаил Державин, Хайт Владимир Зайцев, Лэньон Василий Ливанов, Пул Виктор Сергачев, Ричард Андрей Данилюк От автора Всеволод Кузнецов В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Наталья Литвинова, Елена Казаринова, Ольга Голованова, Егор Белозорович, Вячеслав Шолохов, Геннадий Храпунков, Валерий Старожек. Автор сценария Наталья Шолохова. Композитор Шандер Калыш. Режиссер-постановщик Александр Трухан. Театр Радио России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин